доброе утро дорогие друзья меня зовут михаил басинский и кто рано встает тому бог дает всех приветствую воскресенье и рад вас всех видеть вы умнички расскажите как ваши дела самочувствие здоровья ну и я встаю рано и мы с вами будем сейчас заряжаться на весь день воскресный солнечный 2 июня позитивной юмористической ассертивные психически здоровой энергии и так ровно через два месяца мне день рождения это важно теперь мы обязательно отслеживаем жизнь медведя мансура и так пока пока он как-то где-то не в кадре я переживаю немножко даже где же вот ну а посмотрим мы вы знаете да видео какое интересное вот я думаю что уже шизофреника даже ведь как мы вчера смотрели у татьяны психологом нарциссизм опасен тем что он имеет проградиентность в психотический уровень то есть в шизофрении да если нарцисс коллапсируют да он постепенно сдвигается и заходит на психотический уровень организации психики поэтому мы посмотрим определенные важные обязательные условия некоего человека ну если это так назвать на канале ищу богатую девушку для серьезных отношений ну я не знаю сколько мы выдержим в крайнем случае сашу редькина включу вы знаете мой подход не так значит так что-нибудь придумаем значит завтра у нас с вами друзья вечером в 20 по москве стрим жду ваших прекрасных вопросов их уже поступает достаточно достаточно итак вы можете пока мы ждем участников написать про свой самочувствие всех благодарю друзьям за подписки в телеграм-канал с подкастами сегодня у нас будет чтение книги в 12 я благодарю вас за донат и марию благодарю за донат и всех благодарю за донат и большое вам огромное спасибо ну и на завтра у нас стрим первый за две недели в общем то мы уже соскучились друг по другу я так предполагаю я точно соскучился и надеюсь это взаимно я люблю тебя жизнь и надеюсь что это взаимно вот так ну а что же любит некий интересный такой человечек вот давайте послушаем поверь ну то есть все больше я уже точно свои обязательные условия редактировать не буду так и эти условия окончательные окончательные это как бы ну все те условия которые нужны которые которая девушка должна выполнить чтобы быть со мной то есть вот на любая девушка которая мной заинтересуется она их выполняет эти условия и железно однозначно получает меня я вот когда даже посмотрел там ну примерно одну треть этого видео я думаю а зачем нужен нужен комедий клуб зачем нужны какие-то развлекательные юмористические передачи когда можно вот посмотреть это же просто это уникально условия мои ну не особо сильно измененные в общем то ранее я уже говорил об этих условиях но теперь уже я их уже точно откорректировал так вот первое условие первое условие первое условие ну это естественно такое может быть первое условие ну какой девушка должна быть симпатичной и быть полностью в моем вкусе это первое мое обязательное условие это естественно далее второе условие я буду брать у своей девушки деньги на карманные расходы прекращайте друзья что пришло это я уже ранее говорил но теперь я озвучу точную сумму денег которую я буду брать у нее так вот 30 тысяч рублей раз в два раз в две недели то есть то есть соответственно в месяц получается что это получится сумма в 60 тысяч рублей но я буду брать раз один раз в две недели 30 тысяч каждое первое и пятнадцатое число каждого месяца вот теперь я озвучил наконец ту сумму денег которую хотел бы брать у своей любимой понимаете друзья тут в общем то и комментировать один раз в две недели и обсуждать нечего это просто нужно смотреть опять же как вот законченное полотно тут даже комментарии какие-либо излишне это прекрасно само по себе как клипа филиппа киркурова третье условие третье условие это я по моему досмотрел где-то до шестого седьмого ну там довольно много но на что я обратил внимание при полной такой шизофрении у него интеллект довольно как будто бы обращая внимание на его речь он в общем то сохранен то есть он говорит ну в общем в принципе стройно логично как бы речь такая более или менее в разумительная но по смыслу но вы понимаете да комментарии действительно излишне то есть вот вот насколько интеллект и психика это две разные не пересекающиеся прямые проживание девушки проживание девушки в моем городе я уже об этом условии говорил ранее но подумав решил его откорректировать и увеличить обязательное пребывание девушки в моем городе с двух недель до четырех то есть тридцать дней тридцать дней тридцать дней ровно в моем городе должна прожить моя любимая девушка ровно тридцать дней я увеличил срок в два раза потому что считаю что уж слишком высокие ставки мне все таки мне все таки жить с ней до конца своей жизни и я считаю я считаю что мне нужно очень очень хорошенько присмотреться к своей будущей девушке но только на ну какие-то корыстные у нее намерения в отношении меня вдруг ну есть что-то неискреннее в ней интересно это искажение мышления расстройство мышления да то есть то что он и от нее будет брать все что он хочет это некорыстно а вот она должна быть бескорыстная и не эгоистичная искренне плюс мне нужно внимательно внимать а по поводу безопасного объекта и безопасности выбираемого объекта он должен видите месяц целый смотреть оценивать то есть подойдет ли она на роль той кто не будет посягать покушаться на его фантазию в которой он живет и и и проверить свою будущую любимую девушку я считаю что 30 дней это более чем достаточно да я понимаю что для моей любимой девушки будет очень наверное тяжело нелегко на целый месяц целый месяц отсутствует в своем родном городе там она может если она еще учится и могут отчислить если она работает может потерять работу но то есть вот эти вещи в принципе он понимает вот интеллектуально да что это вот цепочка да причинно-следственная связь то есть как тут у него складывается дальше у него не складывается это такое мое условие оно в числе обязательных поэтому как бы я ну как бы я прошу его выполнить это обязательно условие как бы идем дальше а как это с любовью сочетается они как мне кажется он просто рабыню с бабками ищет ну естественно но он маму себе ищет потом у него там будут условия про отдельную комнату про ремонт который она должна сделать она его не должна беспокоить она должна ему давать деньги она должна ему давать секс она должна то есть в принципе он как ребенок ищет маму идеальную в общем-то условие четвертое четвертое вот почему у многих людей не складываются личные отношения ну конечно есть отношенческие психологи типа нарцисса марка бартона он конечно же все знает об этом и прочие другие но почему не складываются монтаж пазл не складывается человек мужчина ищет допустим маму себе а не жену соответственно функционально это разные будут очертания этих отношений закрываться разные потребности и вот то что допустим этот персонаж описывает это материнские функции материнское отношение а он говорит я еще любимую девушку жену это вообще по на разных полюсах находится искажение да но также и у женщин бывает ищут себе не мужа а папу с мамой запрос на родителя а называться это будет как бы супружеством то есть но это не не складывается одно с другим дебит с кредитом не не бьется значит первое условие у нас было симпатичное симпатичное в моем вкусе второе второе 30 тысяч рублей раз в две недели беру третье 30 дней в моем городе четвертое условие моя собственная комната и это тоже собственно я уже озвучивал но это естественно я только добавлю что моя комната ну должна быть я не претендую на большую комнату но она хотя бы должна быть средней ну то есть уж точно не коморочкой то есть хотя бы среднего размера чтобы не более-менее можно было в ней развернуться комната быть должна к тому же в комнате должен быть сделан качественный ремонт и куплена вся необходимая мне туда мебель как бы ну как писали в чате а это видео нам любезно предоставил Георгий из нашего чата телеграм он семь лет уже и ищет и я еще и пошутил а ведь найдет же что мне потребуется как бы и ну деньги на ремонт деньги на мебель в мою комнату как бы это все дело знаете еще в чем ведь многие подобные люди они не озвучивают прямо вот как это даже видео записал канал сделал видео записал и в общем то открыто заявляет об этом ну как бы честно да вот то то по пунктам да это конечно жутко вычурно болезненно и шизофренично это все понятно но он это говорит открыто а ведь проблема в чем что в некоторых случаях во многих случаях это не заявляется просто открыто но подразумевается подразумевается но не озвучивается как бы ты еще и угадать должна вот еще как угадай что мне нужно это это и это я тебе не скажу но ты телепат мы близнецовые пламена ты должна угадать предугадать предвосхитить и сделать так как я хочу тут он хотя бы видите как бы все четко у него по пункту не будет входить это отдельные суммы которые не входят в карманные мои деньги то есть это отдельные другие деньги они не должны быть взяты из моих карманных денег вот пятое условие родные родные мои любимые девушки меня одобряют а мои родные соответственно одобряют мою любимую девушку это обязательно я не хочу в этом плане никаких конфликтов не хочу конфликтовать с родными девушки и не хочу чтоб моя девушка конфликтовала с моими родными хочу чтоб все было нормально что чтобы чтобы чтоб мы друг друга все приняли так но надолго нас не хватит я уже понимаю это шестое условие так уже шестое моя девушка относится ко мне искренне всегда то есть она мне во всем помогает так она всегда рядом всегда меня поддерживает но это мама это материнские функции безусловного принятия любви она всегда моя любимая девушка мне уделяет максимум своего внимания то есть я хочу ощущать живя со своей любимой девушкой что она обо мне думает она меня любит уважает ценит это обязательно если этого не будет я это почувствую это быть должно без этого никак вот так молодец но смотрите у него разрыв какой в мыслине он не понимает что слово должно оно во взрослой жизни исключено ты делаешь и получаешь результат результат или такой или такой и это зависит от тебя от твоего мышления потом от твоих действий и тогда цепочка замыкается на каком-то эффекте продукции результате да а он говорит нет я ничего не делаю просто это должно быть и все то есть он себя исключает из этого пространства воздействия на реальность да просто должно и все а взрослый человек как рассуждать я делаю воздействию влияю и получаю что-то в пнд в психоневрологические испансор 9 ждет его прекрасная невеста мы должны принять меня должны любить должны вот слова должны нету в мире вообще так седьмое условие в седьмое условие входит вот да взрослый здоровый человек живет в реальности а не взрослые с расстройством а реальность живет в нем он ее может модифицировать модулировать да как бы должны в моей реальности должны а человек в реальности он понимает никто еще не должен делаю получаю не делаю не получаю или получаешь обратно причинное следствие верность моей любимой девушки то есть никаких измен так это что называется фиксация на оральной фазе развитие психосексуальности сегизмунда фройда я это выучил вы мне должны дайте мне ребенок так рассуждает застрял на оральной фазе я измены не прощу моя любимая девушка должна быть не полностью верна это седьмое условие многие девушки ищут так папочку да мы это озвучили проговорили ровно то же самое да есть такое условие номер восемь уже восемь качественный секс что касается моих предпочтений в сексе они по большей степени стандартные но что то такое не стандартное конечно там в моих фантазиях есть да и нет я не извращенец ну то есть я бы не сказал что я прямо какой-то такой там нет но за рамки стандартного секса я бы хотел перешагивать поэтому например мне интересен анальный секс поэтому моя любимая девушка должна мне дать разрешение на анальный секс с ней а вот кстати дать разрешение это вот опять ребенок просит разрешение у родителя у мамы допустим взрослому человеку не нужно разрешение ничего и нигде формулировки интересные видите друзья я уже начинаю копаться анализировать его бред разрешение предоставить это чисто детская позиция и там не знаю возможно я захочу попробовать что-нибудь такое там типа bdsm ну или что-то такое ну не знаю ролевые игры какие-нибудь то есть вот но я лично оценивая себя я не считаю что я там ну как то у меня там что там как бы это то есть у него критика по отношению к себе и своему состоянию она эффективно она нарушена или отсутствующий он не относится к себе своему мышлению поведению критически критика отсутствует практически слишком мне там что-то сильно извращено в голове ну немного есть какие-то данные стандартные фантазии немножко так но в целом как бы каких-либо особо сильных да там сильных извращений у меня нету в голове то есть все как бы ну ну так ну сильно стандартный секс я считаю что тому как бы скучно да здоровые люди или как мы их называем эмпаты они интимность воспринимают как волшебство близость интимности там есть некая романтизация и волшебность этого всего они не воспринимают это с неприязнью с непринятием с агрессии ну то есть у них нет сопротивления что это грязно это отвратительно это как-то стыдно или неприемлемо это что-то такое отвратительное непристойно то есть у эмпатов такое теплое волшебное отношение к близости а у него а у него какое нужно ну так как бы ну смысле что вот это вот когда только одним вагинальным сексом занимается мужчина женщина там а вот вот разнообразие там анальный секс еще там что-то бы то и сентом то есть просто ему но он он не понимает зачем это или знать как нарциссы они они думают что все придуриваются как и они они ненавидят секс и они думают все ненавидят секс и просто играют придуриваются и просто секс выступает в качестве от достижения каких-то выгод да то есть не секс ради секса а секс ради чего-то 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 миссионерская позиция и вот такая вот сексуальной жизни я больше чем уверен на сексом у него большие проблемы и он винит в этом женщин ну это само собой но опять же взрослые или зрелый психический человек воспринимает секс более широком смысле это не просто механика какого-то полового акта там какие-то техники еще там что-то это более как сказать на эмоциональном уровне до прикосновения объятия поцелуи взгляд тактильность присутствие но ощущение одну как бы более тонкие вещи утонченные которые дают вот эту связь такую вот именно близость вот хорошее слово близость близость интимность широком смысле тут дело не в то в том простите пожалуйста в какую там дырку чего засовывать это 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 же бред такой вот очень инфантильный примитивный и ну такой ну извращенный вот по-настоящему то есть воспринимать ты воспринимаешь секс как но какое-то вот как утилитарное что-то такое формальное даже я считаю что это очень примитивно ну я считаю что должно быть какое-то разнообразие в сексе вот так вот восьмое условие входит качественный секс включая анальный секс и и моя любимая девушка предоставляет мне полный доступ к своему телу когда я этого захочу то есть когда я этого захочу ну вот молодец как рассуждает мама ты обязана для моего выживания физического предоставлять мне доступ допустим к своей груди для питания моего молочком когда я этого захочу вот я закричал дала молочком уснул можешь пока отойти но следить когда я проснусь и закричу чтобы сразу мне сисью ротик доступ к телу то есть ты должна меня нянчить гладить делать массажи кормить грудью пеленать мыть купать присыпки на попку делать ну то есть доступ к телу вместо ввиду что ты функционально всегда рядом готова выполнить любые мои пожелания и удовлетворить любые потребности я имею право ее лапать целовать обнимать лапать смотри разделого лапать это должны быть восемь разных женщин дам хватит с первого же ее приезда ко мне с первого же дня самая рука едет как я и увижу я имею право я имею право это немножко мужское движение начинается мы за права мужчин мы имеем право на то что будем как бы ее мазать ну в общем доступ к своему телу моя любимая должна мне предоставить самых первых дней это обязательно так девятое условие я за много лет сидений дома в четырех стенах за все эти года поисков любимой девушки у меня сильно но у меня есть немало проблем со здоровьем поэтому моя любимая девушка девятое условие должна смотреть друзья мы еще половину не присмотрели уже девятые условия и так он в четырех стенах и ищет девушку может быть выйти куда-нибудь на улицу просто не гарантировать что она мне будет помогать слова мне нравится гарантировать должна обязана ведь какую какая у него тревога то есть он через эти очень такие фиксирующие такие вот и вот массивные как бы такие вот слова должна обязана вынуждена или там что-то обязательные условия как бы фиксируется чтобы избавиться от тревоги ну с лечением то есть что мы с ней походим там по врачам обследуемся он нотариальный договор будет заключать а потом судиться в случае чего но должен быть не договор а должна быть справка о признании его недееспособным то есть присвоение группы инвалидности на самом деле это все не смешно да потому что таких людей достаточно они думают что они вполне себе социализированы социальные здоровые функционе функционирующие функциональные адаптивные да а вообще-то это тянет на определенную психиатрическую группу инвалидности все мои проблемы да у него еще есть проблемы со здоровьем то есть инвалид капец дальше скажем секс-бомба с деньгами а он инвалид но это фантазия фантазия конечно такая очень вычурная греза значит он инвалид без денег больной психический человек ну нездоровый это мягко говоря то есть знаете это что напоминает это допустим есть прием приюты для детей с отклонениями то есть неполноценные психические или физические дети их оттуда забирают приемные родители оформляют опекунство ну вот вот хотят они так самовыражаться и вот забирать таких людей аутистов каких-то там дцп там еще еще инвалиды там по зрению по слуху и так далее да благое дело прекрасно замечательно ну как в социуме это принято считать а вот это похоже на то же самое на то же самое он как будто бы в таком приюте детском доме для неполноценных детей записывает видео презентацию ну только он как бы уже взрослый физиологический ребенок он записывает видео презентацию приемная мама ты должна то и вот девятый пункт и то 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 но вообще я в приюте в четырех стенах для инвалидов детства по диагнозу такому кому ну вот ты же придешь и меня заберешь нету есть же родители люди взрослые которые усыновляют удочеряют неполноценных детей есть вот этот вот это туда же потом есть она все оплатит и все оплатит и это тоже будет отдельная сумма это не будет это не входит карманным выводит абсолютно не входит в десятое условие в десятое условие входит то что ну это он мечтает в общем-то примерно раз примерно раз в два месяца я хочу чтобы моя любимая девушка брала меня магазины на шоппинг и я хочу чтобы она регулярно хотя бы раз в два месяца обновляла мне мой гардероб ну то есть то есть начиная там от нижнего белья белья и заканчивая заканчивая уже всякими всякими там кортками ну в общем шмотки шмотки я хочу не хочу ходить в одном и том же хочу чтобы меня было некоторое какое-то разнообразие моем гардеробе поэтому а куда тебе ходить здесь ты в четырех стенах десятый пункт моя девушка должна следить за тем чтобы у меня постоянно была новая одежда я мог разнообразной одежде такой который мне нравится одежде то есть поэтому раз пару месяцев я хочу то моя девушка брала меня ну на шопинг как бы и я и как бы есть не обновлял свой гардероб молодец давайте одиннадцатый пункт пожалуйста так это десятый пункт там он еще выписывает представлять как работа проведена 10 пункт ну и так тогда одиннадцатый пункт одиннадцатый пункт до последить 10 идет 11 я хочу брак со своей любимой девушкой не брак не обязательно брак сразу возможно брак через год через два через три как только я буду своей любимой девушкой обоюдно готов к этому браку это обязательно я хочу быть полноценным членом ее семьи хочу войти в ее семью и хочу чтобы все то что нажила моя девушка все как бы все ее имущество я хочу тоже всем этим владеть на равных правах с моей девушкой то есть я хочу да пусть кто-то мне говорит что-то там нагло возможно да то есть я сам по себе вот так вот то есть как бы вот я появляюсь в ее жизни в этой девушке она мне так многим чем обеспечивает дает мне карманные деньги занимается моим здоровьем любит меня там ну соблюдает условия и тут еще я вот такое требую чтобы как бы все было там юридически все законно чтобы я имел как бы права на все то что она имеет это все многие люди скажут сильно нагло да нет то есть и помогаем не во всем не все условия мои соблюдай и что на море на все что ты нажила за всю свою жизнь еще наживешь чтоб я на все это имел права чрезмерно но я так хочу ну не хочешь это условие соблюдать или какое-либо другое условие ну значит не судьба тебе быть со мной вот и все на то это и обязательное условие их соблюдала 12 условие ну и наверно последнее условие так как я игроман но по играм ради телевизор телевидение и кино я еще и игроман чтобы моя любимая девушка примерно раз в пять лет покупала мне большой многодюймовый телевизор но это просто это 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 искусство скажем дюймов на 60 65 примерно ну пусть будет 65 да нет давай 63 покупала мне один игровой настольный компьютер и один игровой ноутбук один раз в пять лет то есть пять лет проходит и все это она меня любим девушка покупает заново ну потому что за пять лет устаревают компьютеры устареют так и уже не буду вообще за как они устаревают современные играми от лет вот ну а телевизор не знаю может быть он и не так устареет ну просто из принципа просто хочу уже из принципа заменить он еще и принципе али ну вот вот такие 12 условий дюжина всего лишь 12 перечи перечислия эти 12 условий то есть моя девушка должна понимать любая претендующая на меня то есть на эти условия выполняет или она может меня хоть сегодня забирать если на технике возможно выполнить все эти условия вот его забирать не забирать озон это и так как три условия первого стомат девушка должна быть симпатичная записывайся второе условие я у нее беру на карманные расходы у своей любимой девушки тридцать тысяч рублей один раз в две недели это мало третье условие девушка должна прожить в моем городе ровно 30 дней то есть снять квартиру неподалеку от моего жилья так как-то обустроиться и 30 дней прожить моем городе четвертое условие моя собственная комната плюс ремонт плюс мебель в этой комнате пятое условие родные девушки одобряют меня мои родные одобряют девушку шестое условие искренние отношения ко мне девушки и помощь во всем максимум мне внимание седьмое условие верность измену я не прощу восьмое условие качественный секс в том числе анальный секс и доступ к своему телу с первого дня с первого дня приезда ко мне девятое условие девушка финансирует все затраты на лечение моего здоровья десятое условие брак я хочу быть полноправным членом семьи девушки и иметь права на все то что она нажила на свое видео состояние уже пора смотрите он ни разу не хихикнул не улыбнулся то есть у него эмоциональная сфера она полностью отсутствует то есть он все всерьез бред 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 и серьезно никакого смеха какой было усвоит 9 до здоровья и как это тягомотно да друзья плюс условия касательно обновления моего гардероба и один раз пять лет настольный игровой компьютер игровой ноутбук и большой многодюймовый телевизор на 65 дюймов а что смешного я не понимаю в общем 12 условий как не писали под вердиктом в комментарии а в чем он собственно прав михаил вот и тут то же самое в чем все складывается вполне в его сознание так 20 пунктов то это немного повтори еще раз ты приезжаешь мой город живешь со мной проводишь со мной 30 дней но мы твой смотри ухо добре начинается повторение уже и так все а давать может быть концовочку что там будет чтоб моя любимая девушка он забыл добавить информация ой стерзался комментарий баловала меня баловала сладким сладким там конкретно какие тортики пироги пироги осетинские кексики кексики я реально всем люблю хорошо новостями короче ну вот и собственно вот оно такое видео сластена я короче вот и все вот такое видео прекрасно молодец но это перегрузка это перегрузка это как ну практически мы моделируем взгляд от первого лица а врача психиатра на приеме воскресенье они не работают ну допустим вот в понедельник не приходит в девять утра первые именно уже пациент на опрос и вот начинается бред 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 и вот он сидит белых халатики в очках и слушать записывает о какая сложная тяжелая работа и вот у психиатров это просто уже поэтому очистка должна быть через природу как истинную единственную религию вот медведик мансур у нас будет христианин и так он заработал в отличие от героя этого видео уже 170 тысяч медведь умнее потому что психически здоровее а значит заработал способен зарабатывать деньги чем вот этот совершенно шизофреничный персонаж вот по деньгам же можно все это оценивать деньги как энергия которая энергия психического здоровья значит медведик психически более здоровый натуральный естественно не искаженный не деформированный и зарабатывает сто семьдесят тысяч пока из 500 или из 500 а нет полтора ляма вот молодец какой он проходил бизнес тренинг мышление миллионера вот даже медведь зарабатывает деньги вот так так он бродит ходит там мушками шевелит что-то смотрит там в травке сидит вот молодец так он забыл добавить информацию о себе двоеточие страшно невменяемый инвалид с игровой зависимостью но он это оценивает иначе он же отсутствующий его не существует он живет только в своем бреду и фантазийной вселенной где он светлана красивый мачо богатый брутальный интересный умный особенный индивидуальность личности и так далее и так далее для для таких людей их фантазии то есть реальность а так то они стерты отсутствуют потому что не в реальности так медведик то что-то копается там уже ну что на что мы еще с вами посмотрим потому что подкаст у нас только 12 а у меня еще два часа мы конечно два часа может быть и не будем сидеть здесь сидеть плохое слово присутствовать и общаться поэтому давайте-ка мы может быть а когда мы будем делать разбор на бассейнского вот я делаю разбор на самого себя так ну давайте вот я не знаю что у меня есть редькин лярвы бесы вам перед неплохо неплохо кстати внутри мне нравится как полная вообще шизофрении так что-то еще интересненькое давайте может быть вы что-то предположите какая-то там было что инга какая-то и на что-то в комментариях ну-ка еще зайду какая-то там что-то спрашивали как это еще там типа теодорович но какая-то другая ох если найду с комментарии друзья мои хорошие так грозы в москве как-то тучки бродят ходят какие-то молнии уже с утра вдалеке сверкали а инна садыкова ну-ка 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 что за инна садыкова опа какая это фили фили индивидуалка инна садыкова видео немного но ведь нимб уже грандиозно и определенно да взгляд бешеный конечно тут нимб и тут бешеные глаза и это инна садыкова психолог и так смотрим описание описание небольшое канал небольшой и просмотры большие кстати так почему женщины любят когда их посылают так 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 ну я даже не знаю 93 процента мужчин делают это неправильно а что это например ну давайте посмотрим мужчины всем привет серия опасных видео на канале продолжается сегодня будем страшненько ну в смысле как сказать по как будто бы к таким номинальным параметром вроде бы ну типа кукольная кукла но я уже испугался она как-то вот но неестественно мы с вами разбирать как манипулировать нарциссками помним знаем что манипулировать нарциссками учат мужчин если у вашей женщины нарциссическое расстройство личности они тем манипулировать там не нужно буквы т нету переиграет вас сожрет высосит все соки и выплюнет будете восстанавливаться годами для кого же тогда эти методы зачем мы их разбираем эти методы хорошо работают на женщинах у которых нарциссические черты характера явно выражены нарциссические то есть перекос такой идет расстройства личности нет но такой характер непростой возможно не так не бывает можно также у вас есть в окружении знакомые родственники коллеги и партнеры от которых вам необходимо что-то получить и вы понимаете что это перед вами такой нарцисс можете смело на нем тоже это все отрабатывать получите то что вам нужно для того чтобы нам с вами понимать как а что от нарцисс здоровому человеку эмпатичному может быть вообще нужно работает и как это применять погрузимся сейчас в мир нарциссов кратко то есть в твой мир кратко разберем с вами почему же ваша женщина стала нарцисской почему это немножко опять теодорович она будучи женщиной ну как бы женщина хотя уже энергия такая такая уже грубая грубая так это не женственная как это такая такое ощущение что она меня уже насилует как какая как это тут я не чувствую некую женственность учит мужчин то есть меня как нужно взаимодействие с нарцисской мой ответ сразу и не сходу я не хочу взаимодействовать вообще с нарциссками уже с ней это случилось нарциссизм это посттравматический синдром здесь я выделяю два механизма формирования такой вот личности такого характера первое это холодные родители и наследуемая история также сюда я отношу это нет наследуемая история это психопатия это в большей степени действительно наследственность как органика нарушение связи отделов мозга лимбической системы и неокортекса а нарциссизм он не наследственный он только как незавершенный конфликт с первичным объектом привязанности у психопатов кстати нету этого конфликта они хладнокровные идущие по головам к своим целям они никого не не любят но и никого и ненавидят им вообще пофигу у них нет эмпатии вообще у них нету как любви так и ненависть у них есть просто стратегия достижения целей власти денег и так далее а у нарциссов эмпатия она как бы есть но у них не завершенный вот этот конфликт с матерью а созависимые семьи холодные родители и наследуемый уровень эмпатия эмпатия на самом деле наследуется да нет она не наследуется никак есть у нас в головном мозге структура амигдала которая отвечает собственно за уровень эмпатии если это причине уровень эмпатии снижен у родителей да это вот отдельная такая абсолютно другая и она скалится скалится нервная система отдельная другая психика отличная от других людей то собственно наша девочка это удачно в кавычках все унаследовала но здесь помимо ну тогда она скорее психопатка будет если это органические какие-то наследственные черты всего прочего наслаивается и отношение этих холодных родителей к своему ребенку психопаты могут иметь нарциссические учисиночка нарциссические черты а могут и не иметь то есть здесь такое комбо помимо того что и так уровень эмпатии снижен да она еще и вот эта холодность от них ведет к тому что человек у нас еще более становится не эмпатичным нарциссизм это посттравматический синдром это нужно понимать это дети которые получили травмы на своих родителей это но не все после нанесенного птср дети становятся с такой адаптации пограничной некоторые остаются в нем и в нем на невротическом уровне да вот мы можем представить четыре стадии рака условное здоровье дальше невротический уровень ну или как здоровая психика условно здоровая психика это невротический уровень пограничный уровень вторая степень рака третья степень это пограничный уровень и четвертая терминальная степень рака это психотический уровень и тот Кто имел вторую стадию рака, он до этого имел первую, а кто третью, тот вторую, кто четвертую, тот третью. То есть это имеет некую прогрессию, если этим не заниматься правильно. Как и в случае с реальной онкологией. Такое сравнение очень наглядное получается. Недолюбленные дети. То есть невротик – это несостоявшийся пограничник, а пограничник – несостоявшийся нарцисс. Рядышком с нарциссом стоит антисоциальное расстройство, социопатия так называемая. Дальше у нас уходит психопатия, а дальше начинается уже психотический спектр. Принятые дети – это дети, которых гнобили, дети, которых очень строго воспитывали. Дети, которые никогда не знали, что такое безусловная любовь, и они всячески заслуживали эту любовь. Если мы возьмем семью с холодными родителями… С мертвыми. Друзья, не обижайтесь, если у кого-то такая семья, да, но это такая классическая история из психологии. Да, мама – учитель строгий, а папа – это офицер. И все вот так вот в рамках по правилам. Соответственно, ребенок часто вырастает успешным в части образования, обучения, но очень несчастным, потому что его недолюбили. Он приходил, получал пятерку, а мама говорила, ну, наконец-то, он приходил там что-то… Нет, она не так говорила. Она говорила, а можно было пятерку с плюсом? Выполнял красиво, рисовал, опять же, там, оценку получил, получил какой-то диплом, а ему родители говорили, ну, наконец-то, ты постаралась. Принятия этого не было. Соответственно, наш ребенок, он такой затюканный растет. И, собственно, здесь идет вот это расслоение, да. В общем, она не двигается. Она только немножко скалится зубами и абсолютно смотрит в одну точку и как-то не двигается. Немного создается ощущение неживого чего-то. Есть эго истинное, этот исковерканный, затюканный ребенок. Это внутренний ребенок. Ребенок. И есть эго, собственно, ложное, которое… Это волонт у нас, расщепление, да. Транслируется во… Нарциссу. Нет, вот этот нарциссический кокон. Друзья, это не всегда наследуемая история, но это всегда какие-то траблы в семье. К этому же механизму я отношу это созависимые семьи, где один или оба родителя были алкоголиками, наркоманами, да. В принципе, какие-то нестабильные семьи, молодые, какие-то безрассудные, где было не до детей. Родители занимались чем угодно. Бухали, угорали, трахались, строили личную жизнь, наркотики, пьянство, алкоголь. У нас бедный этот ребеночек, он непринятый. Он вообще такой адаптивный, да. Вспоминаются такие вот истории, да, даже вот картины. Он отсутствующий, он стертый. Можете представить ее, да, что вот ребенок, реально там что-то, нужно ему, нужна одежда, еда, нужно уроки, нужно сделать. Там мама с папой сидят, бухают. Да не до него, иди ты отсюда, да иди ты отсюда. Полное вот это ощущение ненужности. Если в выпившем состоянии, в агрессивном состоянии. Так, давай, что делать с этим? Должен быть у вас. Это все теория, хорошо. Там разные бывают школы, такие, сякие, кто-то считает так. В одной традиции одно, в другой другое. Это все очень зыбко. И вообще, между прочим, весь этот пограничный спектр организации психики и расстройства внутри него, они как бы очень условно подразделяются. И человек может перепрыгивать очень легко и быстро из одного в другое. Это все очень такие стеклянные прозрачные стеночки. Очень легко из пограничника впрыгнуть в какого-нибудь этого самого социопата. Ситуативно. Человек терпит, терпит, терпит. Накапливает, потом у него половиночка падает, и он идет резать ножом. Он становится как бы глубже туда, проградиентнее. Вот. То есть, это все очень такое, оно перетекающее. Отделить одно от другого бывает зачастую очень сложно. Да и вообще, честно говоря, может быть, и не очень необходимо. Вот. Есть определенные такие характеристики, признаки. Но это тоже довольно условно. Поэтому не надо на этой теоретической части так сильно циклиться. И мы послушаем, что же советуют мужчинам делать именно. Поддерживать, восхвалять вот это все. Неповторимость, таланты. Все мы вот это вот ей даем. Очень качественный ресурс даем. Задача здесь такая, ее подсадить на крючок. А, подождите. Она теперь учит мужчин, как взаимодействовать с нарцисской. Подстройка. Даем ресурс в виде подпитки грандиозности и сажаем ее на крючок. Вопрос Инны Садыковой. Зачем этим заниматься? И кто этим будет заниматься? Ну, скорее всего, такой же человек. С таким же расстройством. Да. Так, друзья. Кстати, важный момент. Мы ни в коем случае здесь нарциссов не критикуем. И видео, которое я снимала до, да, как снести корону. Вот этого ничего не вздумайте делать. Ничего не вздумайте делать. Скажете, так это что? Я должен прогибаться? Друзья, это игра. Да, вы должны прогибаться, потому что вы заходите в манипуляции. Это игра. А зачем в них заходить? Ну, это вот представьте. Вот вы идете по улице. И вы такой вот. Ну, у вас хорошее настроение. И вы думаете, ну, у меня такой немножко синдром сегодня Супермена. Я могу все. И так идет там, как эта компания пьяная. И вот так мимо них там раз, там, плечом зацепил. Там, ебда, ну, что сейчас всех раскидают? А у них там, может быть, нож, там еще что-то. Они там под дозой. Они боли не чувствуют. Они агрессивны, неадекватны и так далее. И вы думаете так. Ну, да, это игра. Это манипуляция. Я, так сказать, иду осознанно в эту драку. Потому что я сейчас вам покажу, какой я эксперт в области манипуляции с нарциссами. И вас так прям запинали все там толпой. И убили. Зачем этим заниматься? Зачем вот это подвергать себя опасности, неоправданной? А по большому счету этим будут заниматься. Как раз-таки, например, высокорисковое поведение. Это кто? Это антисоциальные социопаты. Нарциссы, они меньше подвержены этому высокорисковому поведению. Кого это, Инна, будет интересовать? Вот эти вот твои советы. Каких мужчин? Да. Манипуляция – это что? Управление человеком для того, чтобы от него что-то взять. Чего вы хотите от нее взять? С собой поговорите. Что ты хочешь от нее взять? Ничего. Истинной любви нет. Но ты можешь сделать так, что она будет зависеть от тебя. Для многих это вот и есть счастье. Заебись. Ну, то есть, это кто будет делать? Такой же нарцисс. Она от меня зависит, я кайфую. Мы понимаем с вами, что... Эмпаты и здоровые люди, они кайфуют и как бы наркоманят на другом. Как раз таки на открытости, равности, любви, эмпатии, на соприкосновении, вот эта близость, интимность в широком смысле. Вот на этом они наркоманят. Им эмпатичные люди. А видите, вот она описывает тех, кто наркоманят на получение контроля через манипуляции и формирование зависимости от тебя, чтобы поиграться и получить какое-то наслаждение. Ну, это вообще... Что-то больные отношения. Да. Ну, да. Сейчас вам нужно будет прогибаться. Никакой критики, ничего. Самое лучшее... А зачем она учит этому, выпуская свои подобные видео? Это же вредно. Вот люди понаслушаются и пойдут дальше это все применять. Все ты правильно говоришь. Все прекрасно. Нарцисска остается нарцисской. Ничего тут не меняется. Соответственно, у нее будут периодические загоны. Критика ваш адрес. Все в таком вот включает. Продолжается. Как у тебя, да, Инночка? Продолжается. Поэтому переходим аккуратненько, постепенно к следующему методу. Почему аккуратненько? Потому что вы чисто и интуитивно уже понимаете, что она на крючке. Вы, то есть, ее там заиделизировали. Какое извращение вообще? Зачем этим заниматься? Или просто вдоль и поперек. Да, дали ей очень качественный ресурс. Интуитивно понимаете. Как интуитивно понимаете? Раскрывается, хочет больше времени с вами проводить. Советуется, улыбается. Ну, все в таком ключе. Женщина к вам тянется. Тянется. Ей с вами хорошо. Ну, она немножко себя описывает. Она кайфует с вами. Уже, может быть, на первых порах там в переписке такая вот не очень активная черство. А тут все, она раскрывается. Вы это понимаете. Вы ее закормили. Потом нарцисска остается нарцисской. Ее что-то там клинит. Холодный становится, отстраненный что-то такое. Маска падает. Она становится мертвой, какая она и есть. И в этот момент мы ее что-то берем. Вот даже если представить, что человек этим специально стал заниматься, и такие отношения у него сложились. Берем, так просто с лестницей скидываем, и дверь захлопаем, ключи отбираем и все. Вы тоже начинаете метод... Инна, это я тебе говорю. Удерживание. Удерживание. На ее какие-то косяки вы начинаете удерживать. Откуда она столько знает информации и еще учит, смотрите, будущей женщиной, конечно, нарциссичной, и научить не нарциссичной, а нарциссичной. Нет, там буквы Т. Психолог дипломированный. Значит, откуда она это так много знает? Это называется преступная осведомленность. Вы это знаете, как какой-нибудь этот самый... Один из признаков, как распознать нарцисса, преступная осведомленность. Кто написал у нас этот самый... Петушок-то этот английский. Как его? Ну, этот... Вот писатели, да, всякие. Откуда они знают такие тонкости? А потому что они сами такие. Вот откуда Инна знает про все эти манипуляции? Так потому что она сама такая, и она про это рассказывает. Внимание, ласку, секс, забор. Почему такой противный голос, Инна? Вот он такой... Вот если я выложу это видео, у меня опять в комментариях напишут, вот сидит, тебе все не так, красивая, хорошая, умная девочка, а ты ее, значит, тут выстебываешь, и голос тебе... Ну да, ну вот я что вижу, то я и говорю. Вот отношения, вы это удерживаете. На ее косяки. Да зачем? Важный момент, что не нужно сразу. Знаете, смотрите, она обучает потенциальных своих доноров и жертв, как с ней нужно себя вести. Она думает, что мужчин просвещает? Нет, она готовит себе питательную базу кормовую. Она говорит, вот смотрите, я вас учу, как нужно вам со мной себя вести, чтобы я была довольна. Мужчины, ау, а какие мужчины? Пограничники, нарциссы, приходите. Смотрите, я вам уже подготовила гайд, или как там ее называется, ну, так сказать, инструкция. Да, такой хоп и спрятался, да, то есть нарцисска, она скажет, что это какая-то фигня, это что, где ты учился, я там преподавала. Она вам скажет, поэтому вы... И опять с лестницы ее. Аккуратно. Легкий шлейф разочарования. Не, ну смотрите, это будет тогда Бешамбаев-Нукенова. Если кто-то влезает в эти отношения добровольно, и там что-то ищет, находит, кайфует и остается длительно, а там вот и будет с лестницей, там будут вот эти побои, как ответ на провокацию, а потом и какие-то насильственные бытовые преступления, убийства и так далее. То есть это опасные игры вообще, в принципе, в которые играть не надо. Как я вам привел в пример драки на улице. Вы не знаете, вас могут там просто убить, а вам кажется, что да нет, я просто покажу, какой я крутой. Это неоправданный риск. Этого всегда нужно избегать. То же самое здесь. Здесь здоровье и жизнь одна. Так же и здесь. Зачем она учит кого-то? Ну мы уже проговорили, зачем. Она под себя этих готовит новобранцев. Зачем вообще в это влезать? Чтобы там еще разбираться и обучаться каким-то стратегиям манипуляции. Я не думал, что ты такая. Я даже не думал, что она с тобой в отношениях. Да, потом напишут, что у нее великий материал в вебинарах. Вы просто не умеете им пользоваться. Не умею и не хочу. Знаете, это как называется? Вот, допустим, невротический уровень, невротик. Условное психическое здоровье. Иногда невротик может заходить на пограничный уровень. Как бы так вот залезать. А в чем отличие, что невротика, что не отличие, а наоборот, единая черта, что невротика, что как ни странно психопата, они не живут в фантазии. Они живут в реальности. И невротики, и психопаты. Только пограничный спектр расстройств является фантазийным. То есть, там есть жизнь в фантазии. Поэтому невротик, допустим, если он сползает в пограничный уже уровень немножко, там-то для адаптации фантазия нужна. Но ему, допустим, это не подходит по каким-то причинам. Психика слишком здоровая. И он не хочет, у него не получается в фантазию залезть, влезть и ее как-то смоделировать комфортно. И он возвращается обратно. То есть, вы понимаете, переходы внутри уровней адаптации. И между этими уровнями он возможен. Туда-сюда какое-то хождение, оно может быть. Невротик, живущий в фантазии, живущий в реальности, ему дискомфортно, тревожно. Но он и фантазию не может себе создать, сконструировать. Потому что, ну, у него не получается. У него психика так не устроена. Ему приходится возвращаться обратно на свой невротический уровень. Так к чему я это говорю-то? Опять уже забыл. Такое может быть. Ну, такая вот жертва. А, это, наверное, комментарий Светланы. Не умеем пользоваться. Вот именно. Потому что я, может быть, эту, как сказать, эти манипуляции могу себе представить. Но провести их, как бы создав эту фантазию. Или использовать их в этой фантазийности. У меня не получится. Потому что, как говорится, я эту красную таблетку в фильме «Матрица» уже выпил. Я уже обратного хода нет. Но я понимаю, что это бред. Что это фантазия. Что это грезда. Что это иллюзия. Что это манипуляция. Мне это не прикид. Мне это не интересно. Я остаюсь в каком-то своем там, на каком-то своем уровне. Который какой-то он может туда-сюда ходить. Может быть. Но всерьез брать на вооружение вот эти советы. Даже если я представлю, что я могу это сделать. Уже какие-то, так сказать, данные таланты имеются. Но я не понимаю, зачем. И потом у меня это будет какое-то сопротивление вызывать. Ну, и вот представь, что человек в реальной жизни, играя в такие игры, на полном серьезе, отнимая свое время, ресурсы, деньги, здоровье. Это же какой ужас вообще. Чем он занимается? А Инночка еще и обучает, как правильно. Знаете, это как называется? Гайд по употреблению героина. Как правильно помыть шприц. Как его простерилизовать. Как заварить себе в ложечке чек героина. Как вколоть контроль. Вены взять, найти. Вот это она рассказывает. Сертво, да? Потихоньку, потихоньку. Чем больше вы понимаете, что она уже на крючке, там уже, конечно, техника удержания может быть более жесткой. Можете и реальный игнор где-то уйти. Или, так как вы знаете, нарциссы, они там кто-кого перинарциссит. Сада Маза Игры, Нукенова Бешимбаева. Это такой немножко инструктор, БДСМ практик. Вот Инна Садыкова. БДСМ практик. Она рассказывает, ну тут вот такие завязочки, тут ошейничек, тут плеточка, тут латексный костюм, тут какие-то качельки, тут какие-то приспособы, инвентарь, какие-то станки. Там тут надо так лечь, а тут надо так... Ну это извращение, вот лично на мой вкус. А зачем там ориентироваться, я не понимаю. Ну как, я не знаю. Ну гайд по наркотикам. Не сильно много слов гайд. У меня до этого просто было в предыдущий раз слово реактивное, я везде подставлял. Сегодня гайд. Собственно, не отвечать, еще что-то, да. Либо, в принципе, все, нет хорошего отношения, пока ты, собственно, сама это хорошее отношение не проявишь. Ну, так. Инна отвратительная, конечно. И абсолютная такая нарциссочка. Очень отстраненная, недоступная, холодная. Такая немножко, как-то вот она как за... Ну, где-то она не здесь опять. Очень какая-то неживая, какая-то кукольная. И очень агрессивная. Пассивная, агрессивная. Тут сам голос, интонация. Вот у меня голос мягче, нежнее, чем у нее. А как это так может быть? Так, нарциссы раньше мне давали много советов. У меня тоже не получалось им следовать. Я себя винил. Сейчас я понимаю, чтобы следовать их советам, нужно быть нарциссом. В общем-то, конечно, сто процентов так, Светлана. Значит. Не получается у многих людей в качестве адаптации создать себе фантазию и в нее войти. Не получается. Может быть, у них есть эти попытки, но они возвращаются обратно. Мы их называем условно невротиками. Не подходит. Не получается. Критика есть. Психика другая. Ну и так далее. Не подходит. Ну, как одежда. Понимаете? Ну, кому-то вот фасон, цвет, пропорции тела, роста разные. Там, ну, кому-то и это идет, а кому-то и это. Понимаете? Следующая техника – это давать, отбирать, давать, отбирать. Мы чередуем. Качественный ресурс с удержанием. Качественный ресурс с удержанием. А удержание – это что? Анальная фаза. Не дам. Удерживает какашечку. Не дам. Оральная – это дайте мне, вы мне должны. Это предыдущее видео. А тут не дам. Анальная фиксация. Так. Дал конфетку, забрал конфетку. Подарил золото, украшение, подарок. Потом мать, допустим, говорит дочке – отдай, верни. Вот она, пожалуйста. Вот она, манипуляция. Приправленная газлайтингом, например, в виде заявления. А я тебе не дарила этого, ты все себе придумала. Подарила мать нарцисско-дочери. Потом говорит – верни мне. Ты плохая дочь. А дочь, допустим, разводит руками и говорит – так ты же мне вроде дарила пять лет назад. Она говорит – нет, ты врешь. Ты это себе придумала, я тебе ничего не дарил, поэтому отдай. Вот это то, что Инночка у нас практикует. Учит. Да это надо запрещать просто. Запрещать вердикты, запрещать Инно, запрещать вот этих всех. Прямо законодательно. Мы начинаем ее раскачивать. Мы ее раскачиваем. Так, что это дает, друзья? Она от вас становится зависимая. Ничего. Она зависимая от вас. Я не могу без него. Качественнее его никто мне ресурсы не даст. Друзья, вы должны понимать, что как таковые вот критические замечания, они все равно должны быть такие более лайтовые. Лучше как-то обидеться, недосказать что-то, да, вот какой-то такой таинственный образ. Легкий шлейф разочарования. Вот такое пусть будет, чтобы она вот что-то не так сделала или что-то. Потому что если вот прямо в лоб ей будете, тем более на первых этапах, да, заявлять, что неправильно сведешь и так далее, вы получите врага. Да, прямо на улице. Поэтому здесь вот чувствовать надо. Слышь, ты, нарцисска пошла. А потом, собственно, все, мы уже подсадили ее, она уже плюс-минус ваша такая, да, все, вы там вместе, все. Продолжаем, продолжаем. Нужно понимать, что вы от нее хотите. Просто хотя бы стабильной жизни, более-менее не такой вот активной, чтобы без ярко выраженной разрядки скандалов и утилизации, этого можно добиться при помощи этих техник. Можно. Соответственно, один из методов, это метод дефлексия. Вы находите со своей женщиной общего врага. Кто это будет? Ее начальник, ее брат, ее сестра, ее мама, ее родители. Потому что, как правило, таких женщин ввиду нарциссической травмы крайне негативные отношения с родителями. Она сначала будет с тобой кооперироваться. Кто угодно. Вместе начинаете против тебя. Простите, какашками кидать в этого человека, да? Да все правильно. Да все правильно говоришь. Да я тебя полностью поддерживаю. Ты здесь абсолютно права. Да? Вот эта фраза, кстати, потрясающая, да? Не важно, что там было. Ты моя женщина, я всегда на твоей стороне. Да я за тебя убью. Это все вот сюда же. Это вот все сюда же. И потом сам я убью. Ну, соответственно, никого там убивать не надо, да? Не-не-не, я за тебя убью тебя. Вы кого-то вместе реально должны ненавидеть. Для вас это игра, для нее это реальность. Она такая, все, а он со мной за мной. Нет, для вас это тоже тогда игра, если вы на ее трон сели, играете в ее реальности, по ее правилам. Так, все, девочка уже подсела, окончательно нарциска на вас сидит уже. Заткнусь. На вас сидит. Здорово звучит, да, друзья? Так все мы не говорили. Подключаем более жесткую историю. И она похожа немного на утилизацию отчасти. Отчасти, не полностью, отчасти. Отражение. Отражение, друзья. Отчасти. Мы применяем технику отражения. То есть нарциска остается нарцисской, нестабильная психика и самооценка приводят к тому, что все-таки взлеты, падения будут случаться, соответственно, на вас будут рваться. То есть на крик даем крик, на критику даем критику, на любовь даем любовь. В чем здесь смысл? Ввиду того, что нарциссы, люди, они достаточно трусливые. Не, 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 не. Вот это правильно. И на свою критику, на свое какое-то, на свой негатив. Прихлопни. Прихлопни. Прихлопни хавальник. Итак, значит, смотрите. Нарциссы действительно структивные, трусливые. Это их и отличает от психопатов. Психопаты устойчивые. Нет у них конфликта никакого с первичным объектом. Они хладнокровные. Целеполагающие. Идут к цели по головам. Ничего не гнушаются. Так, нарциссы трусливые. Понятно. Это хорошо. А до этого, что я хотел фразу, что я ее прервал-то нашу великую Инну Садыкову. Сейчас, подождите, друзья. Достаточно трусливые. И крик даем крик. На критику даем критику. На любовь даем любовь. Вот смотрите. На крик даем крик. Это будет. Критика. Критику на критику будет. Побой на побой будет. Скандал на скандал будет. А вот любовь на любовь. Это что она имеет в виду? Там нет никакой любви. Она же сама говорит. Вы ее посадили на крючок зависимости. Так это не любовь, а тогда это зависимость. Там любви никакой нет. И мне кажется, она палится немножечко. Она палится. В чем здесь смысл? Ввиду того, что нарциссы, люди, они достаточно трусливые. И на свою критику, на свой негатив они обычно хотят признания. То есть страх потери. Если я там крючу, упрекаю. Мужчина ко мне бежит. Моя-то хорошая, никогда в жизни больше. Я вот он рядышком. Ей это нужно. Но когда она на свой крик получает крик, на свою агрессию получает агрессию, но при этом она уже на крючке, она прям вот крючок хорошо заглотила, глубоко уже. Ох, так, заглотила глубоко. Так, так, губки подканченные, все там разработано, подготовлено. Так она немножко фантазирует. Даже посмотрела в экран сюда, немножко отвернулась. У нее пошли эти фантазии, флешбеки из прошлого, как она там что-то заглотила. Ну, соответственно, она трусливая. Как и, наверное, ты. Ресурс-то он мне хороший дает. Он же меня любит, умной восхищается. Почему такой мерзкий голос? А мне как-то некомфортно, когда он кричит. Чисто интуитивно начинают вести себя скромнее, друзья. Хоп, и она такая, все, не надо здесь так себя вести. Буду себя нормально вести. Я себя нормально веду, и он себя нормально ведет. Интуитивно. Вы начинаете, друзья, ей управлять. В принципе, вы уже плюс-минус более-менее адекватные отношения получаете. Ну, конечно же, но с точки зрения Инны Садыковой, конечно же, это даже не более или менее адекватные, а это единственное возможное для тебя. Так это и работает. Так, друзья, переходим к следующему. Это не работает. Это все закончится очень плохо в любом случае, так или сяк. Это как алкоголь или наркотики. Начали за здравие, кончили за упокой. Там никогда не будет хорошей развязки. Если вы тут на эту тропинку встали, отношения с нарциссом, наркотики, алкоголь. Будет херня, так или сяк, рано или поздно. Это все кончится плохо. Следующий метод, друзья, он также направлен на то, чтобы ваша женщина вела себя скромнее. Но мы здесь действуем от обратного. Итак, а мы вспоминаем. Видео называется «Как влюбить женщину-нарцисса». Как управлять нарциссой? Как манипулировать нарциссом? И это она обращается к мужчинам. Шла она с работы и говорит. Я сегодня решила вопрос за 15 минут. Вопрос. Вот они там сутками сидели, без меня ничего не могут. Сидела на них, смотрела. Ну она грандиозная, без нее же ничего не могут никто. Она же сверхчеловек, с короной. Они все-таки идиоты, ничего не могут. Как же без меня? И вы тут. А-а-а. Да ладно. Да я все это знаю. Да ты же такая талантливая. Да почему-то... Да это легко сделать. Инна. Тут и учить-то ничего не надо. Это легко сделать. Зачем это делать? Только непонятно. Ты до сих пор садишь. Можно. Вот я сейчас захожу в Даркнет, заказываю себе закладку Мефедрон. Но зачем? Я понимаю, как это сделать. Сколько это будет стоить. Как это все оформить и совершить. Но зачем мне это нужно? С Бродом общаешься с этим. Вот она рассказывает. Так, как заказать закладку Мефедрон? С Бродом работаешь. Эта компания тебя недостойна. Тебе нужно другое вообще место. Тебе нужны другие возможности. Другая заплата. Тебя там не ценят. Ты вот за 15 минут решила. Я уверен, ты бы за 2 минуты решила это все. К чему это приводит? Нахваливает, нахваливает. Но она просто понимает, что... Да что ты орешь-то, блядь? Она переборщила. Да что-то он сильно в это верит. Что-то он сильно меня качает. Она такая... Я, наверное, буду ему меньше про себя говорить. И меньше про свою корону рассказывать. Да, но ты пока рассказываешь. И достаточно сильно палишься, что говорит о некой твоей низкофункциональности, нарциссизму. Здесь момент... Инна, подчеркиваю, в слое нарциссизм нет буквы Т. Нарциссистическое. Такого нету. Почему такой вот откат происходит? Ну, потому что человек же искренне... Истинно понимает, что она не настолько хороша, как вы это вот возносите. Да. Вообще не хороша. Но это труп. Это пластиковая кукла. Ну, такую куклу можно купить за 300 тысяч, названную. И просто ее трахать, и все. Будет то же самое. А если от вас инфа куда-то уйдет, за пределы вашего дома и ваших отношений, вы там расскажете, да, какая она у меня потрясающая художница, она там ромашку просто нарисовала, понимаете? Может пострадать ее нарциссический пузырь. Нарциссический. Нарциссический. Так или нет? Конфронтация. Люди могут понять, что она просто лжет. Я немножко выхожу на конфронтацию, прям через экран даже уже ссынный, потому что она мне раздражает. Поэтому вот такой вот тон... Но потом будет очистка, вы знаете, музыкальная. В таком момент вы его делаете, что типа он на самом деле работает. Я могу сказать, что его как-то отрабатывало. Есть, да, человек в окружении. Все мы знаем. Отрабатывал. Так, нарциссика уже там с нарциссиками отрабатывает. У них спарринги такие, знаете, вот подпольный бойцовский клуб. Так, мы друг друга бьем, лупим синяки, кровоподтеки, ссадины, рассечения. Ох, как хорошо нам колбасится. Кстати, давайте, давайте буквально пару минут про эту пару я расскажу, чтобы вы понимали. Достаточно успешная пара в плане того, что мужчина хорошо работает, женщина хорошо работает, зарабатывает. Но все в окружении плюс-минус понимают, что женщина вот очень такого о себе, мне не я. Это она про себя. Живут хорошо, друзья. Хорошо живут. Хорошо живут, друзья. Может быть, да, там не настолько сильные перекосы в характере. Но здесь, во-первых, вот этот метод я на ней, скажем так, отрабатывал, когда говорила, что ты там настолько талантливый и прочее, прочее, прочее. Фиксируем то, что называется лыба. Ребеночек три года обкакался и скрывает лыбу. Давайте искать, фиксировать, есть ли она у Инны Садыковой, как некий признак нарциссизма. Мы уже услышали, что преступная осведомленность имеется. Откуда она это все знает, чтобы обучать мужчин этому? Ну, потому что она такая же, так? Она такая хоп и сдулась. И, кстати, до конца вечера я про себя ничего не рассказывала, потому что обычно не заткнешься. Сейчас будет лыба, лыба, лыба. Я, 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 я. Ты только слово скажешь, тебя перебивают, и опять я, я. То есть моя информация важнее, я важнее, я лучше, да? То есть ее так хоп-хоп, и она такая присела. Хотя бы можно было побеседовать с другими участниками. А по поводу, кстати, ее мужа, ну, это какой-то абсолютно шикарный и хитрый манипулятор. Серьезный. Я говорю, почему шикарный? Ну, потому что как с ней иначе? А зачем с ней вообще быть? Вот это реально. Ты моя самая лучшая на свете женщина. Так, ну, и все-все-все. Она при этом... А, это что? Она описывает отношения Николая и Вероники Степановой, что ли? Ты моя королева, я тебя снимаю на камеру, монтирую, выступаю твоим менеджером. Это вы нам про это, что ли, пару говорите? Да, он там тоже снизу так пристроился неплохо. Ну, то есть он так манипулирует, конечно, Вероничкой. Он так себя ведет, что типа... Да, да, да. Интуитивно. Он ни к чему этому нигде не учился. Чисто интуитивно. И берет свое. И берет свое. У него спокойный фон дома. Свое. Дома. Я немножко в дом 2 начал. Свое. Она решает много вопросов, проблем, ввиду того, что он такая добиваторша, достигаторша. И ему, в принципе, это тоже очень удобно. Ну, доминантная такая самочка, а он так снизу немножко подкаблучивается. Понимаете? Это может быть, кстати, к вопросу о том, какой ресурс вы можете взять от нее. Ведь на самом деле, помимо вот такого скверного характера, да, у женщин с ярко выраженными нарциссическими чертами... Ну, давай, давай. У них ведь много плюсов. Связи, работа. Не все... Ну, Инна. Ну, вход в мафию рубль, а выход только через гроб. Вход в рубль, выход 3. Это наркоманская история опять. Доза первая бесплатно, кайф супер, вообще замечательно. А потом ты от этого не вырвешься, ты сдохнешь. То же самое, как мафиозное, вот это некий кодекс. В мафию попасть легко, а вот выйти оттуда невозможно. То же самое здесь. То есть, да, так можно применять интуитивно, на опыте, там все, там сделать так раз-раз-раз красиво. Подстроиться, пристроиться через манипуляции и контроль к доминантной самке с связями и деньгами, которые потом сработают, например, на фазе утилизации против тебя же. Это что у нас? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это у нас Михаил, Михаил Гуляев. Так, он подстроился снизу к сапаточке Марине. Ой, она такая доминантная и такая мудрая, такая богатая. Она все закроет мои потребности. Как я хорошо пристроился. А потом что случилось? Ровно этими же деньгами и этими же связями, она его уничтожила. Понимаете, так не бывает. Если ты видишь у человека агрессию, какие-то черты негативные, патологические, какую-то тягу к вранью, манипуляциям, деструкции, это рано или поздно, в каких бы отношениях ты с ним не находился, обернется против тебя. Понимаете, невозможно дружить с террористом. Значит, ты сам террорист. И этот терроризм ваш уже общий, как бы ты кого-то там не контролировал через манипуляции, это все иллюзия. Так же, как контроль потребления наркотиков и алкоголя. Нет, ты не управляешь ничем. Вещества управляют тобой с первой секунды. Ты просто этого не понимаешь. Поэтому с террористами ты от этого террора, от этой мафиозности, от этого всего пострадаешь первые же. Поэтому то, что она рассказывает, это тоже преступление. Из них неталантливые. Многие на самом деле могут и деньги зарабатывать, и прочее. И вот этот человек, кстати, да, очень такой вот яркий пример. С ней не спорят лишний раз. Он вот прям все. Знаете, как он говорит? А как это сочетается, например, с такой, конечно, неведомой для нарциссов, людей с расстройствами личности, категории, как достоинство личности. Понимаю, звучит, конечно, громогласно, как-то очень так, ну, так идеалистично. Но все-таки это есть. Все-таки это есть. Чувство собственного достоинства, куда ты засунешь себе в жопу, чтобы потом страдать от психосоматик. И это она говорит про мужчин, которых она в этом видео учит правильно манипулировать и подстраиваться под нарциссок. А это же и тебя и будет уничтожать, ну, это мы говорим про эмпатичных, здоровых мужчин, которые не войдут в эти отношения с нарциссками. Значит, все-таки имеется в виду такие же нарциссы. А глубинная идея нарцисса – это желание разрушиться и погибнуть. Тогда все складывается. Тогда это идеально. Ну, тогда надо разделять, и тогда нужно делать мелкий шрифт, как в договоре об ипотеке. Там подпись делать, расшифровку, дисклеймер, да, как это называется. Что это вот только для нарциссичных мужчин. Чтобы с целью, которую вы глубинно преследуете, даже этого, возможно, не осознавая, что вы хотите, разрушиться и погибнуть. Тогда подойдет. Здоровому, условно, мужчине, все-таки с эмпатией, это прийти, то он туда не пойдет. А потом, даже если каким-то чудесным образом он там все-таки оказался, то просто, просто присутствует. Он молчит и ничего не делает, и ничего не говорит, и никаких скандалов, и никаких манипуляций. Даже если представить, просто нахождение рядом с такой женщиной, затронутой, разрушенной и нарушенной, оно уже тебя убивает. Тебе плохо становится. Там про какое-то мужское достоинство, там личности, как женское, так и мужское. Это вообще там смысла нет говорить. Я дома подкаблучник, и так вот с улыбкой. Мы все понимаем, что он это делает специально. Это его игра, он... Ну, это инструкция, как нарциссу с нарциссом взаимодействовать. Ну, это как у Максима вердикт. Он же рассказывает про отношения нарцисс-нарцисс, правильно? То есть про свою жизнь, про себя. То есть маленький-маленький такой миллиметровый островок жизни. Описывает. Вот как и Инночка. Очень комфортно себя чувствует. Хотите так жить, пожалуйста. Нет, значит, кто он? Подстройщик, инвертированный снизу. Нарцисс-жертва. Зависимое расстройство личности. Мамку нашел доминантную, подстроился, подкаблучился и кайфует. Можно ли так жить? Да можно по-всякому жить. Пожалуйста. Кому-то это претит. Ну, тогда что, собираемся. Удочки. Слышь. Ебальник закрой. Мы уходим. Так, мужчина. Нет, не уйду. Я буду слушать и дальше тебя обсуждать. Дорогие. К чему мы с вами приходим? Мы приходим с вами к тому, что единственный способ манипулировать нарциссом, это, собственно, стать этим нарциссом. Как мы с вами до этого разбирали о нарциссистическом наложении? Нарцисс-тическом, она говорит. Нарцисс-тическом. Ну, друзья, ну загуглите мне уж, пожалуйста. Нарцисс-тическом. После выхода из абьюзивных отношений, да, про женщину, которая забирает на себя эту модель поведения, то, собственно, с вами может произойти то же самое. Несмотря на то, что это... И вот это мне нравится у нее, эта фишечка. Окей. Yeah. Окей. Игра, несмотря на то, что манипуляция, да, я понимаю, что я делаю. Прекрасная фраза, не моя. Другого психолога. Так, лыба была, проскочила сейчас. Да, мужчины, он говорит. Лыба была, или это улыбка, или оскал. Давайте квалифицировать. Это о том, что... А с такой переделкой непонятно вообще, какая мимика реально, что она выражает, какую эмоцию, и есть ли это эмоция, или это опять маска и имитация эмоций. Непонятно. В банке с огурцами ты все равно засолишься, да? Не важно толщина кожуры. Так, и у нее опять толщина пошла, там она заглатывала, тут проглатывала, так немножко у нее опять эти флешбеки, афганский синдром. Важно время. То есть, если для вас это игра, манипуляция, типа, все вижу, я все это контролирую. Да, да, ну это розовое употребление героина первые полгода. Да, я контролирую, да ладно, да раз в месяц. Ну, сейчас уже раз в неделю, конечно. Ну, я все контролирую, я под контролем. И такой алкоголик, 15 лет запоев, и он такой говорит, да я вообще-то ее завтра захочу бросить и брошу. Вот так, поняли? И она также говорит, ну, у вас-то все под контролем, вы все контролируете, но это иллюзия, в которой она сама живет, и этим облучает, и этому как бы еще обучает. Ну, какой там, какой контроль может быть? Как вы будете контролировать крокодила? Все это ерунда, друзья, все это ерунда. О, ерунда. Вы в конечном итоге также будете поддаваться ее манипуляциям. Вот, молодец, вот и она все-таки разбирается. И, собственно, ваша игра, ваши манипуляции просто превратятся в вашу жизнь. Чем чревато это для вас? Может, она вот в конце сейчас скажет «хорошее», и я записываюсь к ней на консультацию. Нарциссическое наложение. Нарциссическое все-таки. Инна, я сейчас сам все загуглю, а хотя я и так все знаю, что там нет буквы Т. Нарциссическое, нарциссическое, не нарциссическое. Это временный эффект, но есть два необратимых элемента. Это снижение уровня эмпатии и недоверие к людям. Я так думаю, что это крайне высокая плата за манипуляции. Снизить свою эмпатию, потерять ее и не доверять людям. Поэтому трижды там подумайте, да. Начинаете употреблять героин. Зачем вступать в эти отношения и пытаться управлять нарциссами. Мужчины, дорогие, хотите разобраться в своих отношениях, хотите разобраться со своими нарциссками, что да как, приходите на консультации, во всем разберемся. Жду вас, пишите на WhatsApp, Telegram, номер внизу экрана. И, друзья, я вас прошу, пожалуйста, не забывайте поставить лайк. Так, 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 о женщинах для мужчин. Говорит женщина. Это личинка Анны Теодорович. Итерация следующая. Так, ну даже не знаю. Мужчины, как вернуть чувство девушки, которая к вам охладела, как вернуть ее интерес? Зачем? Что, она одна в мире, что ли? Первое и основное, на что бы я обратила внимание, когда уже состоялся разговор, да, вы понимаете, что отношение к вам, оно не такое, как раньше, что ваша значимость ниже стала, чем раньше. Возможно, даже девушка скажет о том, что нам необходимо расстаться, либо взять паузу. Да, она как-то дистанцируется от вас. Друзья, не бегите за ней, не унижайтесь. Есть здесь прекрасная мантра, послали, иди. Вот все. Не нужно бежать вслед уходящему трамваю и кричать, подожди, я еще тебе не объяснил, какой я прекрасный, какого прекрасного мужчину ты оставляешь. Любые объяснения в этот момент, они будут восприниматься как оправдание. Так, ну это какой-то ЖК, новая, новая Москва. Ваша значимость уже и так ниже, чем была раньше, да, на основании этого женщина от вас уходит. Нет, ваша значимость была изначально практически равна или приближалась к нулевой отметке, потому что вы вступаете в такие отношения, чтобы накачать себя, конечно, искусственным воздухом, да, вот этой как бы значимости через зеркало, да. Ну, как бы взрослому человеку зачем ему что-то доказывать с какой-то более-менее адекватной самооценкой, если он про себя все плюс-минус знает. А что он не знает, то он пытается познавать самостоятельно, как-то раскрывать. Уже заведомо понятно, да, что там все плохо. Либо берет паузу, либо отстраняется, дистанцируется, и ваши попытки оправдаться, объяснить что-то приведут к тому, что ваша значимость просто сползет ниже плинтуса. Да, будет коллапсик. Следующее, чего не нужно делать, друзья, это отказаться от ссор, скандалов, выяснение отношений, ревности, выхватывание телефонов, битье, посуды и так далее. Во многих парах выяснение отношений такая, знаете, бурная и неотъемлемая часть жизни. Ну, это ужасно тогда. Ну, вот смотрите, думаю так, как рассуждают люди с эмпатией. Мне нужны отношения для покоя, близости, какого-то умиротворения, в которых будет... Вот ключевое слово – покой. Какие скандалы? Тогда зачем эти отношения-то вообще? И на меня через экран сверлят взглядом. Мне неприятно, если честно. Она так немножко пытается меня нагнуть. Да, это вот так ярко поругаться, потом бурно примириться, примирительный секс крутой, друзья, отказывает. Это адреналиновая раскачка качели наркомания на скандал, адреналин, потом примиряемся, секс гасим опиоидами, эндогенами. От этого. Многим женщинам норм в таких отношениях, они кайфуют, они не представляют свои отношения без таких эмоций. Но в момент, когда всё-таки женщина от вас дистанцируется, такие выяснения отношений будут восприниматься для неё как очередной, знаете, повод от вас уйти. То есть по факту она будет говорить, слушай, ты неадекватный, это небезопасно, я боюсь за свою жизнь, я боюсь за своё психологическое состояние. Вот посмотрите, ещё вчера для неё это было нормой и неотлеемлемой частью ваших отношений. Но сегодня она... Ну это манипуляция, ближе, дальше и есть. Сначала прям максимально близко, потом бац, как убежала, исчезла. Опа, ищи меня, о, накачивай мою грандиозность, ты же должен побежать за мной, я тебе такое сахарное шоу предоставил. Опять наркоманская идеология. Так хорошо эти 20 минут от первого укола героинам. Но они больше никогда не повторятся в жизни. И человек ищет ещё 20 лет, прокалываясь этим героином, чтобы достичь вот этого недостижимого. И вот это вот, она ему дала первую идеализацию, укол, дозу наркотическую. Так ему хорошо, ну такое сахарное шоу, ну это просто вообще карма, судьба, это просто волшебство, нереальные ощущения. А потом бац, исчезла, опа, и наркоман встаёт, у него раз его ломать начинает, он думает, блин, мне быстрее нужно бежать куда-нибудь, кого-то где-то, или её возвращать, или кого-то похожего, там, в это, прегабалин, там, бежать в аптеку, лирику покупать, снимать, снимать ломку. Мне что-то надо быстрее делать. Всё, это наркоманская вообще логика жизни. А это вот, знаете, обернёт против вас. Она скажет, ой, уйди, уйди, ты неадекватный, я опасаюсь, я переживаю. Тем самым она ещё больше снизит вашу значимость для себя, и будет это причиной, чтобы ещё больше от вас отдалиться. Друзья, следующее, что не советую делать, это покупать, подкупать своих женщин. Здесь нужно понимать, что ваша значимость снижена сейчас. И подарки, которые вы будете нести своей женщине... Ну, она опять всё про себя рассказывает. Цветы, украшения, телефоны, кто-то... Это будет обесцениваться. Покупает путёвки в путешествия. Ну, это тогда кто, получается? Мы не олени? Это надо тогда к Максиму вердикту идти и спрашивать. Максим, вот такая ситуация у меня. А как бы ты нам, вот мне посоветовал, чтобы не быть куколдым оленем? Он скажет, да какие путёвки, какие айфоны, какие цветы. Ты должен быть мужиком, ну-ка покажи, кто тут главный. Кто-то пытается просто там денег дать. Они просто воспринимаются как должное. То есть здесь благодарности не будет. Не-не-не-не-не-не-не-не, Инна. Деньги на уровне денег. Деньги меняем на деньги. Эмоции или любовь мы меняем только на эмоции и любовь. Мы действуем на тех этажах, как бы обмениваемся единой валютой. Эмоции на эмоции. Эмоции деньгами купить, покупать не надо. Или любовь покупать деньгами не надо. Надо любовь на любовь. Эмоции на эмоции. Деньги на деньги. То есть на каждом уровне быть сообразным. Для примера, есть женщина у меня, с которой мы работаем. Она встретила, наконец-то, прекрасного мужчину. Сама там проработала себя. Проработала. Комплексы страхи из прошлой жизни. И понимаете, вот ей мужчина подарил цветы. На открытке было написано. Там, дорогая, спасибо тебе за всё. Не-не, там было написано. Слышь, ты, сука, ещё раз тебя увижу. Сломаю тебе ноги. Женщина просто рыдала. Понимаете, вот она плакала от счастья. Как Марина, когда приехала в Иерусалим, в храм гроба Господня, у неё случилась истерика, озарение инсайд. Она у Иисусика плакала. Плакала, плакала, плакала. Потом вернулась, думает, какая хуйня это всё. Отличный абсолютно букет. Не какой-то там, знаете, на 200 роз, которые выставляют все. Ну, они любят, да, вот это игрище устраивать. Вот эти вот, ой-ёй-ёй, я такая искренне. Я сейчас плачу у самого гроба Иисусика. Ой-ёй-ёй-ёй. Это тоже немножко тешит себя грандиозно. Если это так вычурно. Или люди на похоронах, например, вот там какая-нибудь дочь нарцисска. И так вот очень показушно, актёрски начинают падать на колени и рыдать. Ой, мама, я так тебя любила. Потом вот этот дубль закончен. Такая раз, опа, закончили дубль. Она такая встаёт, отряхивается всё. Раз. И вообще забыла. Как будто бы это просто на роль играла. А потом она переключилась, потому что это, ну, это игра. В соцсети. Так, Анна уже покинула. Ну, вот значимость мужчины для неё настолько высока. Она вот настолько ему благодарна, что вот она плакала. Плакал вот от этой вот фразы. И всё, я писал. Ей больше ничего не нужно было. А Шива пишет. Зачем нужны ограничения на взаимную конвертацию разных ресурсов? Да и я же не ограничиваю никого. Я просто своё мнение высказываю. Как это, ну, в общем-то, у меня происходит. Это области, сферы жизни и взаимоотношений, которые не сильно пересекаются. Они могут как-то подпитывать. Да, действительно, через деньги ты можешь доставить определённые эмоции себе и человеку. Но в любом случае базово. Любовь на любовь. Ты не можешь купить за деньги любовь. Правильно или нет? Я только об этом говорю, что надо действовать теми инструментами того уровня, где вы находитесь. Если это экономический уровень, то там законы экономики. Если это уровень искренних, доверительных, эмпатичных отношений, то там другая немножко инструментальная база. И другой пример у меня есть. Есть мужчина также, который... Зачем нужны ограничения на взаимную конвертацию разных ресурсов? А вот у вас из-за того, что у вас такой ник, вот такие вопросы. Двоим своим женщинам в разных, ну понятно, в разных отношениях, разные две женщины, он делал предложение. Но он делал предложение в тот момент, когда женщины от него дистанцировались. То есть женщина говорит, нам надо расстаться. А он соглашается. Она говорит, окей, давай возьмём паузу. Почему не соглашается? Отстраняется от него. Тебя стало много, там, дай мне личное пространство. И он в этот момент что делал? Он не находился. И он такой это... Раз такой... Ура, наконец-то ты уёбываешь. Давай, давай, быстрее, быстрее. Я так долго этого ждал. Ну, например. А он говорит, нет, я не согласен. И он ничего лучшего, приехать к ней с кольцом и с цветами. Ну, дурачок. И прям очень красиво приезжал. Потрясающе выглядел, как он мне описывал. Мамку перенос сделал. Это для него мамка. Единственный свет в оконце. Мамка меня идеализировала, подстроившись правильно, чтобы потом сосать и манипулировать. А тут она дальше продолжает манипуляцию, отдаляется. Мне нужно её догонять. Мама, мама. Как на улице. Вот я вижу иногда из окна. Мама, мама. Ты куда так ускорилась? Подожди меня. Я тут в какашку наступил. Вот. И вот такой он бежит с цветами, кольцом. Она говорит, я не хочу с тобой отношений. Давай расставаться. А он, представляете, дурачок какой. Идёт, бежит дальше. Быстрее ещё, в ускоренном темпе. И с цветами, и с кольцом, и с альфоном, и с путешествием. И он, пожалуйста, пожалуйста, не бросай меня. Это вот что? Какой мужчина и какая женщина? Квалифицируем. Она мыл машину, сам там весь с иголочки. Что делала женщина? Она, конечно же, не принимала это кольцо. Потому что я это называю, да, тебя в дверь выпроваживают, а ты лезешь в окно. Твоя значимость сейчас, она близка уже к нулю, и ты из состояния этой значимости пытаешься сделать предложение. И многие мужчины в таких ситуациях, они приходят и говорят, я ей сделал предложение, а она мне отказала. Друзья, если бы ваша значимость была высока для неё, женщина бы, увидев это кольцо, она просто бы рыдала. Да, от счастья. Как показывает практика и истории, да, из личных консультаций. Но когда ваша значимость низкая, и вы пытаетесь вот дарить что-то, решать проблемы, да, знаете, вот как здесь, вот здесь сейчас, вот всё для тебя, конечно же, женщине это не нужно. Всё для тебя, всё для тебя, родная, для тебя. Это немножко Стасик Лепс. Воспринимает как должное, как данность, и более того, это ещё больше снижает вашу значимость. У неё формируется ощущение, чем больше я к нему хуже отношусь, простите, тем больше он для меня делает. Так и есть. То есть вот подкрепляется это. Это называется манипуляция. Детивным поведением с вашей стороны. Друзья, как ещё делать не нужно, это не нужно быть удобным парнем. То есть вот в таких условиях ваша женщина, она уже не особо-то ваше. То есть она отстранилась. Да, она и никогда не была вашей, потому что она и не может быть. Во-первых, и это не вещь же. Человек не может быть твоим или не твоим. Вот это ваше, не ваше, наше. Вот это. Вообще не та категория. Никто никого не держит и никто никого не присваивает, как предмет неодушевлённый. Это всё добровольно по любви. Ну, ты Инна такого не слышала. Ладно. Ну, и в принципе, она, будучи нарциссской, такая женщина, она и не будет никогда ни в каком смысле вашей, потому что её это вообще не интересует. Имеется в виду контакт, близость, интимность, в широком понимании. Она, возможно, взяла паузу, а вы продолжаете выполнять роль мужа и закрывать вот эти все функции и потребности вашей женщины. Функции мужа закрываете, потребности её закрываете. За кредит заплатить надо, дай. Какая-то помощь финансовая нужна, дай на пожалуйста. Дай, уехал в Китай. Везти, привези, пожалуйста. Нет, не пожалуйста. Договорись. Вызови такси. Реши какие-то проблемы, пожалуйста. Я уже сейчас как вердикт начну. Не знаю, машину переобуть надо, сейчас я там Мишке позвоню, он всё решит. Да-да-да, звони, не звони, решит. Скажу, уходи от неё. Понимаете, она продолжает занимать важную часть вашей жизни. Вы тратите уйму времени и уйму денег. С родителями помоги, тоже реши, друзья. А зачем тебе это вообще? Это нужно, какую-то бедовую девку инфантильную себе на горб сажать, ну, видимо, по подобию мамы с папой, и её вытягивать, обслуживать, что ему некуда, время девать, деньги, вот эту свою энергию. Может, он делами своими займётся в жизни собственной. А, я забыл, у него нет собственной жизни из-за таких родителей. Ему постоянно присоска нужна какая-то зеркальная, чтобы он возникал всё-таки в реальности, хоть как-то. А так как у него реальность – это её фантазия, то есть ему нужен объект, который максимально будет поддерживать эту его фантазию, а значит, как бы реальность его нарциссскую. Вот закрываем вот эту лавочку, да? Вот удобным парнем мы не становимся. Не продолжаем им быть. Почему? Потому что вы это делали тогда, когда получали от неё. То есть вам не жалко было. Сейчас вы ничего не... А что получали? Они секс не любят, они не женственные, не эмпатичные, на любовь они не способны, ну, потому что это всё там засеет и срабатывает, это для них манипуляции и формирование зависимости от партнёра собственной и партнёра к тебе. Ну, вот, короче, зависимость. Это и есть для них воплощение любви. Что вообще можно получить от нарцисски? Объясните, пожалуйста, Инна. Получайте, но продолжайте. А, ну она же делает оговорку. Это говорит не для нормальных, а для нарциссов таких же, я рассказываю, мужчин. Тогда понял. Вливаться туда, теряя деньги и время. Так как же нужно? Как же нужно, друзья? Выбираем себя здесь. Выбираем себя. У вас, возможно, впервые... Ну, а как это выбирать? Если у тебя такие же мёртвые, допустим, родители, которые тебе этот нарциссизм и создали, из-за чего ты общаешься с такими же отражениями своих родителей, таких же точно? Выбирай, говорит, себя просто. А как это сделать? За длительное время появилось время заняться собой. Соответственно, обращается... Да, он как наркоман не может вообще ни о чём думать, кроме как о дозе. Он не может собой заниматься. Он и не хочет. У него фиксация, сдвиг мотива на цель. И у него фиксация, у него цель только употребить своё вещество, в данном случае отношения со своей манипуляторшей нарцисской. У него всё остальное, вообще ему это ничего не интересно, не нужно, у него тоннельное мышление, вот он видит только себя и вот этот вот наркотик. К вам женщина. Деньги нужны, да? Я бы рад тебе помочь, но у меня нет такой возможности. Да, и что, такой вот созависимый скажет такие фразы? Не скажет. Потому что он изначально не сказал такие фразы своей маме такой же. Сейчас. Не нужно... Правильной терапии. Объясняться, как я говорю своим мужчинам, не сочиняйте про то, что там троюродная бабушка из Казахстана прилетела, нужно встретить... Лыба есть? Чуть-чуть проявляется, проступает. Просто говорите, я не могу, я не могу. Это не игнор никакой, просто говорите, я не могу. У меня другие дела, у меня планы. Даже если у вас сегодня просто выходной, и вы хотели полежать на диване, отдохнуть... Очень. Вы вправе это сделать? Правда? Вправе. Вы вправе отказать? Слава Богу, мне Инна Садыкова дала разрешение. Она вообще любит немножко подстраиваться под рулю родителей и говорить так, тебе можно то, тебе можно это. Она как бы разрешение выдает. Так у нее это... Как это называется? Бюро раздачи пропусков. Разрешение. Потому что по факту вы здесь ничего не получаете. В конце концов, когда мы помогаем, то есть к нам обратились за помощью, говорят, помоги, пожалуйста. Нет. И вы помогаете только в том случае, если вы не теряете деньги, не теряете здоровье, и у вас, ну, вдруг больше, чем обычно времени оказалось, то есть здесь... Вдруг. Чуть-чуть полыбилось, чуть-чуть, Яночка. Так, нет. Мы помогаем всегда кому-то, и этот кто-то должен быть созвучный. Как бы, ни в коня корм мы не делаем. И это чувствуется не на уровне разума, а на уровне все-таки ощущений больше. Хочу, не хочу помогать. Вот эти опять категории. Нравится, не нравится. Вот переизбытка мы это делаем. Денег, времени, здоровье, там всего-всего-всего. Соответственно, надо очень сильно смотреть, куда ты этот ресурс, энергию направляешь. Здесь прям целые пункты, условия, да, должны быть соблюдены. Чтобы себе хуже не сделать, понимаете, да, кормить какого-то волка, белого или чёрного. Мужчины, ещё пару важных моментов. Да, всего лишь пару. Это ни в коем случае никогда не терпите общение с другими мужчинами, да. Как вот мужчина был вчера на консультацию у меня. Он говорит, она мне что-то показывает в телефоне, вот посмотри, а я вижу, ей бывший пишет. Ну, то есть, вот понимаете, да, абсурд. Так это она специально делает. Она показывает, устраивает триангуляцию. А смотри, у меня есть ещё дети в песочнице из прошлого, с которыми я до сих пор играю. Ну, как я тебя уколола. Ну, когда я посмотрю на твою реакцию, как ты будешь ревновать, как настоящий нарцисс, параноик, и скандалить, я буду нафитываться. Какая грандиозная. Смотри, смотри, как я тебя раскачал. Какая значимая в твоей жизни. Ой-ой-ой-ой-ой. Не случайно всё это делается, и в таких отношениях, токсичных, случайно вообще быть ничего не может. Спонтанного, то есть, живого. Там всё такое, оно уже по какому-то прописанному сценарию на сцене разворачиваются. Начинаются какие-то разборки, выяснения отношений. Да я не знаю, да он просто написал. А что ты его не закинешь в чёрный список в конце концов? Да мне что-то неудобно, да как так? Никогда это не терпите. Хорошо. То есть, возможно, кому-то это и подойдёт. Кто-то с этим смирится. Смирится. О, смирится. Нарциссическая смирица. Лифты. Там у Троцкого, вы помните, там положить. Бывшие, нынешние друзья, коллеги. Вы должны чётко обозначить, что меня это не устраивает. Это не мой путь. И важный момент. Не надо ничего говорить. Говорить не надо, писать надо. Как говорилось в моём фильме любимом «Копейка». Надо просто делать. Не надо говорить, не надо вот это вот а меня не устраивает. Страивает. Что за детство? Просто берёшь, делаешь, и всё. Человек понимает сразу. Без слов. Чего ни в коем случае нельзя так же делать, это шантажировать женщину своим неадекватным поведением. Опа. Я сейчас... Суицидальные угрозы. Повешусь, я сейчас покончу с собой. Да ты вообще кого потеряла? Сейчас я вернусь к прежней, к бывшей. Да мне всё... Вот мне интересно, Инна понимает сама, что вот эти все советы для мужчин-нарциссов, про которых она рассказывает в этом видео, как и в целом на своём канале, они им не подойдут, потому что им нужна достаточно глубокая терапия, правильная, чтобы от этого всего избавиться. То, что она говорит, это похоже на передачу до 16 и старше в конце 90-х, которую я когда-то в детстве видел по телевизору. И там говорят, ребята, не колитесь героином и не пробуйте наркотики. И так и всё. Да, да, хорошо. И пошли там дружно всех там клей нюхать, там бухать пиво, там и так далее, за гаражами. Понимаете, это ну как вот, ну давайте жить дружно, давайте не вестись на манипуляции нарциссов. А ты как это сделать-то? Что вот ты говоришь? Вот не надо делать так. А они будут это делать, потому что, потому что они такие. С ними надо работать. Они рассказывают им, как выстраивать отношения правильно с нарцисской. Надоело, да? Вот бывает такое, знаете, они общаются уже несколько дней, и он уже не знает, что сделать. И такой, всё, я уезжаю. Я уезжаю там в зону боевых действий. Во-во-во-во-во. Это я знаю такое. Это шантаж, реально. Я уезжаю в другую страну, я уезжаю в другой город, меня здесь ничего не держит. Ну это пятилетний мальчик. Мамка не купила этот пакет и риска. Он в лужу упал, валяется в грязи и говорит, «Мам, я сейчас в зону боевых действий поеду. Купи риск и мороженое». Ну вот, тем самым пытаются, пытаются. Едь, пожалуйста. Женщину. Я за твою жизнь, я тебе не мамой, за твою жизнь ответственности, являясь созависимой, не несу. Не хочу быть созависимой. Я тебе не мамка, ты сам взрослый, неси ответственность за все свои поступки и деяния. Идеть куда хочешь. Вывести на контакт. На самом деле, такие, ну серьезные манипуляции, они часто приводят к тому, что женщина выходит на связь. Она начинает там звонить вашим родителям, знакомым, еще кому-то, для того, чтобы съездить проверить, что же с ним случилось и прочее. Повысится ли здесь ваша значимость? Да, друзья, да нет. Здесь вообще желание побыстрее бы избавиться от этого фактора, который вот приносит такие эмоциональные переживания. А как избавиться? Это жалость, это жалкость, но ни в коем случае это не про любовь и не про возвращение вашей значимости. Мужчины, дорогие, а как же надо себя вести? Здесь понадобится ваше самодостаточное. Ну это немножко Екатерина Андреева минус 30 лет назад. Похоже, кстати, да? Ваша независимость, опора на себя полностью. Здесь необходимо... Это она говорит мужчинам-нарциссам, которые входят в такие отношения, которые она и описала. Про вашу самодостаточность. А там просто забитый этот самый ребенок с защитными этими грандиозностями, живущий не в реальности. Ну просто будь самодостаточным. Она ничего не понимает, кто эти люди и почему они так себя ведут. Фокус внимания с девушки перевести на себя, как бы тяжело это для вас не было. Очень тяжело. Девушка должна перестать быть центром мира, центром ваших эмоций. Мама, то есть, Необходимо вести себя абсолютно не так, как раньше. То есть вот сломать привычный сценарий. Сосредотачивайтесь на своем имидже, на работе, как выглядите, во что одеты, куда ходите, с кем общаетесь, что говорите, в господзал ходите. Вот все полностью. На своей маме сосредотачивайтесь. Вам должно быть интересно жить, понимаете? Не уходим в спячку какую-то, не сидим и не грустим, не закрываемся, ни в коем случае. И не бухаем, как они часто любят. Есть интересные девушки, знакомимся. Меня бросила мамка. Есть какие-то, не знаю там, коллеги. Я Дима Медведев, я сбухал. Общаемся. Благодаря этому, друзья, вы становитесь непредсказуемым. Ваш предыдущий сценарий, он сломан. Девушка, она уже не знает, чего от вас ожидать, а нам это и нужно. Потому что нам нужна ее реакция на вас. Она привыкла к вам, к вам удобному парню. Цель такого поведения это дать женщине выбор. Она должна его сделать самостоятельно. То есть не нужно ее... Екатерина Андреева, потише. Наша цель вообще избавиться от этой потребности входить в такие отношения. То есть провести качественную сепарацию вот такой матери, которая и сделала из мужчины в кавычках, вот такого задристыша, зависимого. Вот. Вот наша цель. Избавиться от этой тяги и потребности. Как это сделать? Настолько же это глубинно и фундаментально, насколько и сама фигура того, кто это создал и привнес в свою жизнь. То есть это мать всегда. Поэтому надо туда идти, отвязываться от нее, сепарироваться и убирать любые подобные в будущем сценарии отношений. Вот наша цель. Екатерина Андреева, номер два. Не нужно за ней бежать, не нужно настаивать, выяснять отношения. Тогда за мамкой будет бегать. Она его бросила, он к мамке вернулся. Доказывайте, что вот я лучше, я сейчас еще больше сделаю. Это он мамке доказывает. Я еще для тебя. Ты там убедишься. Друзья, это воспринимается как, знаете, такая вот пассивная агрессия, как прессинг какой-то от этого хочется сбежать. Необходимо отпустить ее, перестаньте выпрашивать секс. Перестаньте там, вот она приходит, если вы вместе живете. Вы идете к ней, пытаетесь ее там обнять, поцеловать. Я тут ужин приготовил, еще что-то. Нет, друзья, мы тоже отстраняемся, мы уходим в сторону с вами. Мы не лезем туда больше. Соответственно, женщина, она начинает понимать. Ага, а вот было до поведения хорошее, сейчас-то не очень. То есть у ней появляется выбор. Если вы не живете вместе, вы говорите, все, окей, норм. Хочешь куда-то идти, иди. Хочешь там с подружками в клуб, иди с подружками в клуб. Я тебя ломать не собираюсь. Просто мне это не подходит, я это не выбираю. А если тебе это подходит, ты выбираешь такую жизнь, значит, ты выбираешь быть без меня. Девушка должна почувствовать вашу непредсказуемость. Девушка должна почувствовать вашу недоступность. Девушка должна почувствовать, что вы, ну вы больше за ней не бегаете, вы не бежите. Она чувствует, что она больше не центр мира для вас. Она теряет свою значимость, она теряет свою власть на вас. А это всегда горько и обидно. И на фоне этого интерес к вам снова возрастает. И возрастает просто с неимоверной бешеной силой. Друзья, важно понимать, что это никакой не игнор. В принципе, вы открыты к диалогу, но диалог должен быть такой, знаете, взрослый. Я хочу с тобой поговорить о наших отношениях. Я там что-то, допустим, решила. Ничего ты не решаешь. Знаете, это советы нарколога, ну такого странного очень нарколога, который говорит, но ты вот героиновый наркоман, солевой, ты просто на зубах потерпи. Просто не это самое, не сильно там не переживай. Вот эта тяга у тебя там что-то. Ну просто потерпи чуть-чуть. Ну так примерно до конца жизни. Ну терпи. Мы не будем делать проработку там твоих убеждений. Ну это я терминологию Шурова сейчас в данном случае. Проработка убеждений. Мне очень нравится. Ну хорошо, проработка там родителей, убеждений, там этой тяги, там как-то личность на что-то, там меняться как-то и так далее. Не, просто на зубах потерпи, просто не делай. Вообще без вопросов. Пошел, купил заново, сорвался. Хочу вернуться. Это должны быть конкретные, четкие предложения к вам. Если девушка будет там, ага, что-то не пишет. Встал утром, помолился на святого Михаила, святого психолога. Это правда, да. Спасибо большое. Пишешь, ага, ты вон, я смотрю, развлекаешься. Ага, ты кого-то нашел. Друзья, не подкрепляйте такие сообщения. То есть вот их можно... Я кого... Ты кого-то нашел. Нашел себя. Нарьировать. То есть любую агрессию, наезды, ваш адрес, вы должны все-таки также встречать агрессией. Да не надо с ними вообще общаться. Единственная правильная стратегия взаимодействия с прошлыми какими-то нарциссами, если вот они попались, а вы хотите все это поменять. Это полный неконтакт и дистанция. Навсегда. Ну что, ну как? Ну как с алкоголем? Как с наркотиками? Ну никогда и не надо вообще этого никак. Оставлять никакие там щелочки приоткрытые. Ну про щелочки кое-что знает. Это именно. Но советую лучше пассивной агрессии, то есть уйти в сторону и вообще не отвечать на вот это. Здесь игнор окей. Так. И Екатерина Андреева еще рассказывает. Так, а сегодня в Госдуме приняли законопроект о повышении НДС до 25%. То есть она должна понять. Если она приходит к вам с конструктивным разговором... А интересно, какой конструктив может быть у нарциссов? Интересно. Опять манипуляция. Чтобы потом тебя же и обосрать. С разговором о будущих отношениях вы готовы поговорить. Но до тех пор, пока она будет наезжать, пинговать вас, что там, как дела, я смотрю, без меня все нормально, вы можете на это не отвечать. Открытость к диалогу еще не говорит о том, что вы готовы вступить в отношения здесь, сейчас. Когда этот разговор все-таки уже состоится, долгожданный, да, друзья, я советую вам взять паузу в несколько дней. Да, выслушайте ее. Выслушайте человека, не перебивайте. Вот все выговорят, все, что накопилось. Да, чем больше будете, кстати, молчать, тем больше информации получите. И порой, вот знаете, такие заминки, тишины, пауз, приводят к тому, что человек начинает очень много правды говорить. Потому что у него складывается ощущение, что я как будто недостаточно объяснила, мне как будто не поверили, мне надо еще, еще, еще накидывать что-то. Поэтому максимально молчим, даем человеку высказаться, а после говорим, ну да, окей, я понял, мне в принципе плюс-минус понятно все, мне нужна пауза, я должен подумать. Не спешите соглашаться на возобновление, не формируйте образ вот такого же Дуна, что вот вы... Ну вот я говорю, Инна, она рассказывает наркоманам, да, я повторяюсь, ну, у нас подключаются новые участники, ну и я для себя это еще раз, еще раз объясняю как бы, объясняя вам, я объясняю лучше себе, ну, как бы формулирую, да, значит, это вот то же самое, значит, наркоман, зависимый, ему нарколог говорит, ну, псевдонарколог, кто-то ему говорит, как бороться с зависимостью, так, значит, терпим на зубах, ничего не меняем, просто идем в аптеку, покупаем габапентин и пригабалин, немножко переламываемся, немножко печень почистили, немножко отлежались, ну, или алкоголику запойному, да, ну, ты так это, немножко печень там почисть, чуть-чуть, чтобы там желтизна у тебя, это от цирроза там, желтухи уже сошла, там, от гепатита там уже развивающегося, так, немножко почистили, чуть-чуть витамина С, две недельки, шипучего на кассе из пятерочки, и так вот, ну, чуть-чуть полежал, минералочки попил, погулял, две недели не пей, а потом, ну, потом, сам по самочувствию, и он такой, раз там, новый запой, еще сильнее, там, через две недели, прям он потерпел, так хорошо, потом как туда прям вошел, в эту петлю, вот, ну, вот это то, чему обучает нарцисска Инна, мужчин-нарциссов, как правильно колоться героином, или употреблять алкоголь, она не говорит о том, что не надо употреблять ничего, вообще ничего, не надо эти отношения вообще ни в каком варианте, ни с какими подходами употреблять. вы бы сидели и ждали, когда же, когда же, возьмите паузу, два-четыре дня, после назначите ей встречу, и говорите перспективы ваших дальнейших отношений, друзья, я вам советую, там еще и перспективы есть, ну да, запой там сначала вторая стадия, потом уже третья, это перспективы алкоголика, третья, потом терминальная уже все, там цирроз, уже умер, это перспективы алкоголизма. Нету также назначать встречи в каких-то нейтральных местах, да, не дома, ни у нее, ни у себя, то есть вот вы должны быть на нейтральной территории, где вы себя будете чувствовать уверенно, если к ней, допустим, поедете, к ней домой, да, будете чувствовать себя немного не в своей тарелке, потому что она у себя дома, она будет более уверенно себя чувствовать. А там, видите, у нее идея вообще борьбы, идея борьбы, кто кого победит, кто сегодня мазохист, а кто садист, или наоборот, кто кого перенарцисит, кто кого победит, переиграет сейчас, а завтра все может поменяться, то есть она в этой концепции находится, ну, будучи сама такой же, идея не отношений, которые вообще-то для другого сделаны у людей, психически здравых, эмпатичных, а у нее идея вот этой борьбы, кто кого, кто кого, это попытка как раз-таки у нарциссов, через концепцию двойного материнства, да точно, завершить базовый конфликт с первичным объектом привязанности, сейчас как вообще просто. Ее этой уверенности необходимо лишить, поэтому рекомендую все-таки на ней. Они борются, борются, кто сегодня мертвая мать, ты, нет, ты, нет, давай сегодня ты, и они вот так вот колбасятся там это, пока кто-нибудь не сдохнет реально. Торий устраивает такие встречи для таких серьезных разговоров. Дорогие мужчины, я женщина. Ну, это вот, смотрите, это битва наркомана и наркотика. Как вы думаете, кто кого победит? В 90, ну, 98-99 случаев из 100 наркотиков. 1-1-2% способны, 1-2% способны действительно вот наркоманов, они способны реабилитироваться устойчиво и по-настоящему как-то действительно переработать все, поменять свою жизнь, выйти из этого. Остальные погибают. И вот она нам предлагает. Так, давайте мы сегодня проведем битву с крокодилом в клетке, аллигатором. Ну, кто сегодня победит? Ну, смотрите, у вас сегодня важные советы от Инны Садыковой. То есть, у вас такая веточка, знаете, и Ива, Ива, сейчас вот Ива распускается, такой хлыстик, такой тонко-гибкая веточка Ивы. Смотрите, я вам дала целую ветку против аллигатора. Ну-ка, давайте и смотрим. ай, блядь, сожрал еще одного. Ну, ладно, не получил. Номер, не удался на сцене цирка. Ладно, давайте следующие советы. так, ну, ладно. Вы вообще там поаккуратнее с аллигатором. Вообще с героидом поаккуратнее. Так, в принципе, можно, ну, ну, так вот, ну, так, ну, поосторожнее. Поосторожнее. Но я знаю, что на нас действует, а что на нас не действует. Поэтому вот такая... На тебя действует только пиздюля. Очень важная. Так, знаете, я до 30 лет сидела... Подождите, где? А, на такой же игле. Да, я понял, хорошо. Я думал, в полярной сове. Кто кого в отношениях. И я сидел, знаете, где? В Харпе, где Навальный. Тоже сидел на игле этих отношений. Кто кого переигнорит, кто кого нагнет. Да, да, да. Вечная, бесконечная борьба. Отсюда сыплется все здоровье, все ресурсы, никаких денег. Вся энергия, она туда устремлена. На накачку этих больных дисфункциональных отношений. И мне казалось, что, ну, а как еще там? А еще там конфликт надо в терапии завершать. напрямую с этим самым первичным, непригодным объектом привязанности. То есть, токсичной матерью. А не спарринги устраивать длиною в жизнь для разрешения там этого конфликта. Если не я, то меня. Надо правильно говорить. Не в отношениях, а с вашей мамой и папой. Они вас всегда побеждали. А нам нужна терапия, чтобы вы их победили. Раз и навсегда. И не надо устраивать будет вот это вот глагиаторские бои бесконечные с кем-то подобным. И выбирал я только тех мужчин, которые тоже хотели поиграть в такое. Ну, у которых тоже такие же матери. И вы травмами перелепились и лечились. Но не вылечились, видимо. Когда она начала слезать, а я в начале пути, просто окружение рассосалось, стою в пустыне, рядом перекати поле, катаюсь. Так и радуйтесь. Так и радуйтесь. Я, например, все больше и больше убеждаюсь в том, хотя, конечно, в начале, как вы написали, пути у меня были огромные страхи по поводу того, ну, все, я один и никто, и все, я, ну, ну, как-то потихоньку, полегоньку я просто понимал, что, а, другого варианта никакого нету. Да и потом, это не так все страшно, ну, что там, это не что-то прям, ну, экстремальное, понимаете. Это все проходится постепенно, по чуть-чуть, и никто не умер от этого, а наоборот, только стал лучше себя чувствовать. Страхи были огромные, и все больше и больше, спустя какое-то время, продолжительно, я все больше и больше получаю удовольствие, кайф от вот этого пустыни перекати поле. А в эту пустыню я уже посадил кустики своих кайфов, кустики, травку своих смыслов, лично своих уже теперь, они потихоньку дают какие-то всходы, какое-то там деревце уже зацвело, там, может быть, первые даже яблочки там упали, бац, уже не пустыня. И сад ты этот делаешь, конструируешь своими руками и для себя. Только это хорошо, стоять один в пустыне, но если в эту, как вы написали, пустыню и одиночество, придет какой-то ценный для меня человек, я буду только рад. Я тут и как бы не отсекаю этого, но тут надо смотреть, а то придет какой-нибудь хулиган и спилит мне яблоньку, мною посаженную, травку мне потопчет, сажет керосином, всем напалмом, меня еще разрушит. Зачем? Я уже теперь так повнимательнее вообще отношусь к себе, к своему психическому состоянию, эмоциональному, физическому, экономическому. Для меня это становится ценным, почему? Потому что я это сам для себя начал делать с каких-то пор. Мы ценим только то, во что мы вкладываем много себя, делая это для себя, а не для кого-то. Вот это становится ценным, пусть это даже фигулька какая-то. Не-не-не-не-не. Я эту фигульку растил столько, да я тебя прибью, если ты попробуешь даже там что-то с этим сделать, с помидорчиком. Я его подвязывал, поливал, обирал колоразских жуков. Там какие-то присадки, там все. Я этот помидорчик, он только моет вообще. Ну, вот такое, понимаете? Классная информация для вас. Пишите, что думаете по поводу нее. Ну, думать аудитория, конечно, иные. Слабо может. В комментариях. Может быть, вы считаете, что это абсолютно нерабочая схема? Может быть, вы так делали? Да, делал. И все было одно и то же. Потом перестал делать, пройдя терапию. А не просто, ну, я больше не буду. Так, немножко обещание себе. Ну, ладно, я больше не буду пить. И опять забухал. Ну, так это не получается. Что за обещание себе? Надо себя брать и проводить какую-то работу с собой. Ничего не вышло. Давайте обсудим. Жду. Лыба есть? Есть. Ваши комментарии. Лыба обкакалась в памперс и надо, чтобы кто-то пришел и поменял его. И она как раз в своих инструкциях, гайдах как раз призывает правильных нарциссов, мужчин, инструктируя их, которые придут и поменяют ей памперс грязный, вонючий. Вот. Она поэтому и выпускает эти видео. Смотрите, ребята-нарциссы, доноры и мои жертвы, каблучки, как правильно мне менять памперс, потому что я обосражка три с половиной года. Я обкакалась и лыблюсь от этого. Не забывайте их оставлять и, как всегда, жду ваши лайки, подписки в благодарной за мой труд. Нет, труда никакого. Одно сплошное бездовольство и медведь мансурщик уже на жаре дышит. Так, жарко ему в Твери, мой хороший мансурчик. Ох, такую бы домой себе завести. Ох, какие ушки, какая попка. Да. Интересное животное. Ходит, бродит. Ох, какой хороший. Ну, а, друзья, чтобы немножко перебить вонь от грязного подгузника Инны Садыковой, в которой она обкакалась и до сих пор сидит и не может сама его себе снять, поменять, она делает инструкции для тех, кто должен, как она считает, для нее это произвести самостоятельно. Она немножко тоже воральной фиксации. Вы мне должны, а я вам скажу, как вы мне будете должны и как вы меня будете облагораживать и давать ресурс. Я вам даю инструкцию, как правильно это делать. Внимание, ага, изучили, все, теперь приходим ко мне и меняем мне попку, подтираем. А сейчас я вам покажу, как должны выглядеть настоящие отношения мужчины и женщины и у этого человечка, человечка именно, где-то месяц через два. Это у меня, кстати, через два ровно, а у него чуть-чуть там, ну, там, 24-го не будет июля. Сейчас, 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 сейчас. Потому что пиндосня и подпиндосники все эти уже надоели, правильно? Правильно? Нам нужны, что, русские люди, которых, между прочим, играют симфонические оркестры. Друзья, вам для хорошего настроения и приятного дня, кроме Мансурчика, который уже тут начинает играть вот так. Инна Садыкова такую не слушает. Это не вайбола. «Вечером на лавочке парочка сидит, слышен двух кальяночки, вся деревня сны. Ваня, чем ты думаешь? Ваня, о чем? И ты! Ох, какие поздние у тебя мечты! О! Вот так. Ну, это Инна Садыкова. Не одобряет такую. Ну, бадвата, блядь, воронежская. Это нарциссик такой, это боится, как это ну, и такая Инна Садыкова, и он так, это я боюсь, как я ее буду обнимать, такую королеву. По кругам я волю, да, вдруг получишь параган, как попалась телка, черта, я попрал. Да, это отвратительный тело. А, Инна. Еще до записи инструкции мужчинам как с ней правильно обращаться. И вот она думает, ну, ты лох, конечно, кукол, ты просто опущенец. И припев. Мы два нарцисса поняли без слов. У нас есть телепатия как часть магического мышления, и мы почувствуем как близнецовые пламена друг друга. Чистая любовь. Это как у героя первого видео 12 дюжин обязательных условий, какая должна быть его девушка. И там какое шестое условие, она должна быть искренней и любить меня, не платить 60 тысяч в месяц. Да, ведь мы в одной фантазии. Это Восстанкино, 91-й год. Мне было уже три года, и я уже понимал, что я там буду работать. Хоть бы подарил мне айфон, поездку на Бали, извинился, приполз бы в соплях и слезах на коленях ко мне, или говорил бы, что из-за тебя поеду в зону СВО. Надо голову склонить, пупки бантиком сносить, в общем намекнуть, а он глядишь поймет. Тут мы друг друга поняли без слов, ведь у нас очень чистая любовь. Очень. На всего слова нам мы так поймем, то, о чем думаем, ночью мы вдвоем. Это Фли, это Фли, 91-й год. Фли, из-за первая студия, большая студия, первая, вторая, я примерно помню. вот так, друзья. Это, конечно, не Оксимирон, и не Слава Марлоу, и не Моргенштерн. Оп, 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 заводной апельсин, 24 июля, это уже лев. Так, что там дальше было у нас цифру? А надо послушать инструкцию Инны Садыковой, как дальше продвигать свои дела по инструкции и манипуляцией. А герой первого видео в седьмом условии говорит, она должна с первой встречи позволять мне себя раздевать и полностью доступ к телу предоставлять по первому требованию. И чего сидит дурак и осмелиться никак Даже липчик нас не растягнет лев. И надо Ну, видно, что бывший гаишник, так сказать, энергии много, но она, конечно, опять же, закончилась чем? Героином. Героином, и баба, баба у нее там нарисовалась, любовница вместо жены, жена хорошая, дочка, там все. Нарисовалась какая-то наркоманка, подсадила ее на героин, и он так и умер. Вот, пожалуйста, с нарцисской связался. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так. А слушал бы инструкции Инны, вот и не было бы такого исхода. Ну, а теперь шутка на закуску из моего любимого паблика Рептилоид из ВК. Как пятеро участников группы Сектор Газа могут кидать столько ракет на Тель-Авив? Заебись. Ну и все. Тогда отпускаю вас, друзья, и в 12, а то есть уже через 20 минут, мы встречаемся на подкасте. Пожалуйста, переходите. Сейчас будем уже начинать читать, продолжать, вернее. Бесола вендерколка. Бесола. Бесола. Ну, свитер, секс. Бесил. Бесил вендерколку. И все. И начинаем, продолжаем читать. Очень интересная книга. Кому интересно, подписывайтесь, пожалуйста. Мы все это обсуждаем. Через 20-15 минут жду вас там. Михаил, спасибо за отличное настроение. Всем чудесного дня. И вам большое спасибо. За донаты, за лайки, репосты, комментарии, подписки. И ваше хорошее настроение. Как я без вас такое хорошее настроение создам себе и вам? Это синергия по горизонтали. А по диагонали. А по диагонали тоже бывает. Все. Завершаем. Хорошего, приятного дня. Будьте здоровы, счастливы, богаты. Все. Люблю, целую, обнимаю. Берегите себя. До встречи на подкасте. Ваш любимый психолог. Кто? Михаил Басинский. Ваш любимый психолог.